Здравствуйте. Я надеюсь, что эксперты сегодня будут приятно удивлены теми проектами, которые вы подготовили. Собственно, предлагаю не стянуть кота за хвост, а начинать. Кто готов первый? Так, ну, мы это... Что-то 20-30 минут – это очень сильно. Так, не подготовьтесь. Я думаю, все... Можно как-то потише сделать, чтобы они устали? Не работает. Сейчас мы настройки. Сейчас мы настройки. Пока монитор прогреется. Последний слайд про деньги. Уже видно. Сейчас я попробую эту штуку. В общем, это... Наша команда называется «Иннас». И мы им представляем наш суперинновационный проект. О нашей команде. У нас четыре человека. Александр Кузнецов, Алексей Забирник, Алексей Сергородцев – это я. И Владимир Белоусов. Команда подобралась очень классная и интересная. У нас есть Алексей Забирник, который отвечает за финансовую часть. Он закончил РЭШ, работает в инвестиционной компании. У него очень большой опыт в этой области. Александр Кузнецов, который у нас по технической части, отвечает за все вопросы по продукту, отвечает за техническую часть, юридическую поддержку и так далее. Имеет богатый опыт в управлении проектами. Сейчас работает в энергетике. Владимир Белоусов – это наш мега-мозг, который закончил одновременно два института МФТИ. Вот недавно защитился на пятерку. И РЭШ одновременно заканчивает. Ну, я скромный руководитель проекта. Закончил МЮФИ, аспирантуру Тринити. Сейчас работаю в инвестиционно-строительной компании. Вот. О чем, собственно, наш проект? О еде, о сервисе и о нанотехнологиях. Это модно сейчас. Вот. Собственно, о чем, да? Наш сервис о ресторанах. Хотелось бы поговорить о том, какие у кого возникают сложности в ресторанах. Потому что не сложности, а что вам хотелось бы в ресторанах, когда вы приходите, что вам там не нравится, что бы вы хотели исправить? Пожалуйста. Я бы добавил там, что вы говорите сам, потому что когда вы сможете... Отлично. Это будет реализовано с помощью нашего сервиса. Еще каких-то... Ну вот, например, я. Когда я прихожу в ресторан, мне очень не нравится ждать, пока мне принесут меню. Не люблю, когда недолго несут счет и так далее. Вот у меня есть такая проблема. Этот внутренний запрос тоже решается нашим сервисом. У кого какие еще возникают вопросы в ресторанах? Ну, самое главное, качество обслуживания. Ценность тот самый. Цены. Которые трудно решаем. Ну, цены мы не меняем. В ресторанах сразу скажу. Качество обслуживания... Ну, может быть, качество с точки зрения скорости, его скорости обслуживания, это возможно, да. Это действительно будет решено. Что? Никто не ходит в рестораны, я не верю. В общем, эта картинка изображает то, что все-таки есть какие-то сложности в ресторанах. Ладно, потом на этом более подробно остановимся. Идея заключается в следующем. Вот сейчас на рынок выходят электронные меню у рестораны. Может быть, в некоторых ресторанах вы уже видели, когда вам приносят электронное меню, и вы уже не бумажки такие листаете, а некий современный девайс, с помощью нанотехнологий пользуетесь меню. Наша идея в том, чтобы это электронное меню перевести в облако. И с помощью этого мы получаем некие дополнительные возможности за счет централизации большого количества меню в одном месте. Что мы получаем? Мы получаем доступное меню в интернете для всех ресторанов, которые мы подключим. Мы подключим все рестораны, конечно же. Это меню будет доступно с ваших устройств мобильных. Вы приходите в ресторан со своим айпадом и можете посмотреть меню, не обращаясь к официанту. Можете также с него заказать. Что нам позволяет сделать наша технология? Я так вот условно ее изобразил на три части. Это непосредственно само меню, к которому вы, как пользователь, приходите и обращаетесь со своего устройства. Эта функция дублируется с электронным меню. Для ресторана какие-то дополнительные возможности появляются? Рестораны получают доступ к большой аудитории посетителей, которые зарегистрируются в системе. Они могут управлять этой аудиторией, отслеживать их покупки, делать там директора ссылки, смотреть аналитику и так далее. Много всяческих возможностей. Третье – это некое пространство пользователя личное, где он, посещая большое количество ресторанов и зарегистрировавшись в системе, может создавать там любимые свои заказы, может откладывать блюда, может просматривать отзывы о ресторанах, может делать поиск по большому количеству ресторанов. Централизация всех ресторанов на удаленном сервере позволяет сделать большой уроки интересный функционал. Ну, собственно, зачем это нужно посетителям? Пока публика не очень разговорчивая. Например, вообще меню не всегда информативно настолько, насколько бы нам этого хотелось. Вот мы приходим в ресторан, для меня лично большая загадка, что там пишут эти цифры, такие 100, слэш 20, слэш 5. Я никогда не понимал, что это значит. Это только, мне кажется, для очень серьезных профессионалов ресторанов бизнеса. Например, в меню не всегда есть картинки. Вы смотрите меню и не знаете, как это будет выглядеть. Электронный меню позволяет подробно иметь описание, смотреть картинки, может быть, какие-то истории про это меню. В общем, много всего интересного. Ну и кроме того, я как уже говорил, в личном кабинете можно создавать довольно широкий функционал, интересный для пользователей. Ну, собственно, с точки зрения пользователей все понятно. Зачем это надо ресторанам? Для ресторанов есть задача ускорять обслуживание, особенно для ресторанов, которые являются такими высокопроходными, такие как Планета Суши или Патио. Там вопрос ожидания довольно большой, поскольку поток большой. И вот когда пользователь может, не дожидаясь, официанта уже выбрать что-то и сделать заказ, это довольно серьезный вопрос. Но оптимизация процессов, это понятно. Лояльность посетителей. Ну, это может быть какая-то модная новая фишка. Вообще, мы верим в то, что электронная система заказов в ресторанах скоро постепенно будет вытеснять бумажную. Наверняка на 100% не вытеснится. Но, тем не менее, этот тренд, думаю, закономерен в нашем мире. В общем, много всяких интересных фишек. Если у вас будут вопросы, как это работает, я потом расскажу, ведь наша команда сейчас вас не грузит. Ну, почему мы видим, что этот проект, мы видим его вот таким большим, вот это наша команда, условно говоря, это наш проект. Мы вот так на него смотрим, такой большой и вкусный. Ну, во-первых, развитие интернета мобильного, доступность этой технологии позволяет нам делать вот это меню удаленно для пользователей на их мобильных устройствах. Раньше такого, раньше такое было невозможно. Недавно телефоны были мобильным размером с кирпичем. Теперь уже возможно всё. Ну, вообще, развитие рынка мобильных устройств с интернетом позволяет нам вот придумать такую технологию. Ну, о стратегии нашего развития. Мы, глобально, наша стратегия заключается в том, чтобы охватить как можно больший рынок ресторанов. Для этого мы, собственно, стремимся сделать как можно более низкий порог входа для ресторанов в эту систему. То есть, в идеале мы бы хотели, чтобы рестораны при желании могли бы сами подключиться к системе, загрузить туда своё меню, да, и там, чтобы люди могли пользоваться. Да, сколько это реализуемо, мы сейчас думаем. Или, возможно, если будет какая-то плата за базовый функционал для ресторанов, то она будет небольшая. Основная прибыль от этих дополнительных функций и сервисов и так далее. Ну, Blue Ocean мы бы не хотели, наверное, конкурировать с системами, которые уже существуют на рынке, в частности, электронное меню, да. У нас сначала была идея в том, чтобы сделать электронное меню, но когда мы поняли, что рынок уже, собственно, хорошо освоен и активно внедряется, то пускаться вдогонку за этим электронным меню мы бы не хотели. Может быть, потом мы как отдельный объект что-нибудь такое запустим. Ну, и вера в успех, конечно, без которой невозможен. Наша команда рвется в бой и активно действует. Перед словом передаю нашему финансовому директору Алексею Запирнику, у которого тоже два высших образования, МГУ, МГЭШ. Всем здравствуйте. Первое образование МИХМАТ, поэтому у меня теперь где будут цифры. В том числе, да, до этого цифр не было. Расскажу я про рынок, риски и финансы. Самое первое, два рынка. Первый ресторанный рынок, который в России растет на 20-30% в год. И уже очень большой. И маленький рынок, но растущий, где-то за год-полтора удваивающийся, это рынок мобильной коммерции. Наш проект находится на пересечении этих рынков. Так, чтобы не быть голословным, скажем об объеме. Объем российского рынка оцениваем в 7 миллионов. Российского рынка именно для нашего продукта. Оцениваем в 7 миллионов долларов. Ну и тут есть оценка для глобального рынка. А теперь, как эта цифра получена? Мы предполагаем, что потенциально к нам может подключиться 20% ресторанов. В этих ресторанах будет через наше меню делаться 10% заказов. И мы тем или иным образом будем получать 1% отчета. Очень скромные предположения, тем не менее, дают уже достаточно нормальную цифру. Рынок такой интересный, что же с конкурентами? Прямых конкурентов нет. Есть в Австралии, в Москве и, я еще знаю, в Израиле планшетное меню. Есть мысли о том, что хорошо бы сделать электронное меню, но мы не знаем никого, кто бы его уже сделал в том виде, в котором хотим сделать мы. Риски. Про первые два риска было уже сказано много, зачем это нужно ресторанам и зачем это нужно посетителям. Пока мы не вышли на рынок, пока мы не сделали бизнес-модель, у нас все-таки совершенно новые продукты, поэтому мы до конца не знаем, как он пойдет. Поэтому я все-таки считаю, что эти риски существенны, хотя сделано много для того, чтобы их минимизировать. Мы поговорили с очень многими людьми и они рассказали, что они хотят и что они будут этим пользоваться. У нас есть предварительная договоренность с одной из сетей ресторанов о том, что им это интересно и они готовы внедрить этот продукт. По поводу должного уровня монетизации. Опять же, договоренность с ресторанной сетью о том, что они готовы за это платить деньги. Возможно, будут сложности с интеграцией с ресторанными системами управления. Почему? Потому что их очень много разных и есть такие... Мотеркипер, например, крупнейшая 70% российского рынка, насколько я понимаю, крупнейшая сеть, она под каждый ресторан делает что-то свое. И там нет такого универсального интерфейса и так далее, и так далее. Но у нас есть пути решения этой проблемы. Это техническая сложность, это не проблема. Ну и последний вопрос из глобальных, которых нас волнует. Будем ли мы первыми? Сейчас на рынке таких нет, но хочется не упустить время и хочется выйти на рынок первыми. Последнее, финансы. Вот если кто-то... Ну, я озвучивать все это не буду, тут все написано. Если кто внимательно следил, помнит, что рынок России мы оценивали 7 миллионов. А откуда мы взяли вот здесь вот 12? 12. Объясняя, вместе с таким вот электронным меню, который будет как сервис в облаке и с обычного мобильного устройства, мы также предполагаем тем ресторанам, которые захотят, продавать планшеты, на которых будет работать наше меню. И вот такой планшет нам покажет Владимир. Спасибо тебе большое. Значит, для пользователей наш сервис будет выглядеть в виде веб-сайта, на который нужно будет зайти, чтобы сделать заказ. Это можно будет сделать с любого мобильного устройства либо с домашнего компьютера. Помимо этого у нас будет отдельное приложение для Windows, отдельное приложение для устройств на базе iOS, iPhone, iPad и отдельное приложение под Android. А вот мы уже разработали прототип от Windows. У веб-сайта сейчас в разработке находится. Я передам, чтобы вы могли сами подкликать, посмотреть как работает меню. А в это время для всех остальных покажу, как это выглядит на экране. Сейчас мы запустим приложение. Вот так это будет выглядеть на планшете. Есть много иконок. Самое главное – это меню. Когда мы на нее кликаем, мы попадаем в разделы, в категории меню. Например, нам хочется заказать какой-то гамбургер. Кликаем на «Заказать». Он уже заказался и попал в мои заказы. Переходим в мои заказы. Вот видим, что в отложенных ничего нет, но мы уже заказали один гамбургер. После этого пользователь может вернуться назад, заказать еще какие-то товары. По окончании он нажимает «Расчитать меня». То есть, когда ему уже принесли покушать, он все съел. Может нажать «Расчитать меня». При этом отправляется сообщение официанту, что нужно принести чек. Сейчас пока что не очень много функций сделано. Но я хочу обратить ваше внимание, что это всего лишь портатив. Вот о чем будет намного большая функциональность. Спасибо большое. Как я и обещал, в 30 минут мы не растянем наше гениальное выступление. Мы готовы ответить на все вопросы. Могли бы рассказывать долго и нудно. Возможно, это не всем было бы интересно. Так что, если у вас есть вопросы какие-то по функционалу. Зачем это надо? Почему столько мы хотим заработать? Почему такой планшет и почему-то он так выглядит? Или еще? То мы с радостью ответим на все ваши вопросы. Правильно я понимаю, что вам было заказать компонент на предметное время? В этом ресторане, чтобы прийти еще и все. По поводу… Вот с домашнего компьютера и с собой. Спасибо за вопрос. По поводу заказа в ресторан доранее. Вообще это возможно. Тут возникают некие технические вопросы, которые нужно решить. Например, вы можете прийти в ресторан, а там не будет свободных мест. А вы заказали. Мы думали о том, что будет система бронирования столиков. Если вы, скажем, забронировали столик, и, естественно, вы туда заказали уже что-то, возможно, внесли свои кредиты предоплату. Это, да, это может так работать. Для тех, кто, например, идет на бизнес-ланч, да, это особенно удобно. Не надо ждать, пока он будет готов. Да, потому что оптимизация сейчас получается только на том, что тебе приносят меню, на том, что тебе приносят проживающие. Если мы говорим про экономию времени, да, это не единственное, на чем мы играем, да, не единственная выгода от нашего сервиса. Не только время, еще довольно много всяких интересных сервисов, которые просто удобны. Про время, да, вот, например, ну, так часто вот бывает, что, если вы приходите в ресторан, где много народу, приходится долго ждать, да, вот, для пользователя это, может быть, не всегда комфортно, то в это время вы уже можете покопаться в меню, посмотреть фотографии, там, что-то выбирать, что-то отложить. Для пользователя много всяких интересных функций мы придумали, в ходе опроса собрали, чтобы, вот, внутренние потребности людей, которые бы они хотели верить, наносить довольно внушительный список, там, 50-70 пунктов, которые отдельно можно еще детализировать. Например, вот, лично для меня тоже какой вопрос возникает, я, когда меню листаю, вот, я прихожу в корчму, там такое очень толстое такое меню, такая бабка здоровая, все очень вкусное, и я, когда что-нибудь не нравится, я палец закладываю, начинаю перекладывать, и потом следующий палец вставляю, и вот так у меня пальцы заложены в эту книжку, чтобы запомнить. В электронном меню вы можете отложить какие-то заказы, потом что-то выкинуть и заказать то, что осталось. Просто если будет экономия на том, что несут, то вообще что-то необычное ставить. Ну, по поводу несут, мы общались довольно плотно уже с экспертами в этих областях, с ресторанами, есть такое понятие, как ограничение по кухне. Кухня не всегда может провернуть такое количество заказов, которое происходит в час пик, и иногда несут долго именно поэтому, не потому что долго заказывают, и официант долго идет, не порядок. Если бы они заранее готовят. Если бы они заранее готовят, да. Вот я говорю, что если будет, когда будет реализован функционал заказа столиков, я думаю, что это возможно. По поводу просто заказать и прийти, будет ли там свободное место, нет. Возможно, для древних ресторанов, где никогда не бывает заполнено 100%, возможно, это актуально. Для планеты сушу, я думаю, вы рискуете остаться на улице. Спасибо. Спасибо за вопрос. Тоже хороший вопрос. Будет реализована функция геолокации. Мобильная связь там есть? Ну, допустим, вот сайты. Если... Ну, окей. По поводу... Вообще есть некая задача идентифицировать, что вы находитесь в ресторане, да. Вот я предвосхищаю этот вопрос. Он часто задается. Откуда вы знаете, что я сейчас сижу в ресторане или где-нибудь на улице вообще в другом городе и заказываю ваш ресторан, да. Это примерно та же самая задача. Ну, по поводу, как айпад поймет, что вы там, или как вам выбрать? Ну, вот классический простой дизайнер. Я пришел, сел на столик, нажал на меню, там открылось меню именно этого ресторана и соседнего. Ну, если айпад не может идентифицировать то, что вы находитесь в этом ресторане, то вам придется. Есть система, есть такие штуки QR-коды называются. У нас есть идея о том, что можно их применять. Ну, наверняка все видели QR-код, это такой некий двухмерный код. Не штрих-код такими палочками, да, это такой квадратик, в котором много-много квадратиков. Есть приложения, которые распознают эти QR-коды, в которых находится эта информация. Мы предполагаем, что на столе может находиться вот этот QR-код, на этих картоночках, которые там всегда стоят, с какими-то спецпредложениями, и отсканировать. На айпаде же есть камера? Нет. Окей. Вы сканируете этот QR-код и автоматически определяется, за каким столом вы сидите, в каком ресторане и так далее. Вот как вариант. Я еще хочу сказать, что даже если нет у вас камеры на устройстве, просто когда зайдете на улице, вы можете указать, в каком ресторане вы находитесь и сделать там заказ. И причем самое интересное, что вот как защититься от таких заказов, если это был ложный заказ, вы его делали и сам. Ну, мы опрашивали рестораны и спрашивали них, это действительно ли проблема. И вот те рестораны, у которых было уже электронное меню, они сказали, что на самом деле это не проблема, когда делать заказ, а можно более-менее оценить, действительно ли это нормальный заказ или ненормальный. Если он ненормальный, то просто афтан подойдет и посмотрит сидит там за тем столиком, на который заказ сделан. Ответ на мой вопрос, который я поднял, про то, что заказы могут быть какие-то ложные, да? А по поводу того, чтобы айпад определил, ну вот один из вариантов QR-код, ну либо просто самому выбрать. Но если у вас нет интернета в айпаде, тогда вы не можете вообще воспользоваться этой системой. У меня вот есть, когда система проводки, точнее ресторан подключен к айпаду, он должен быть подключен к айпаде? Ну, мы предполагаем, что не обязательно ресторан должен быть подключен к электронному меню. Ресторан, вот одно из, один из плюсов, например, для того, чтобы внедрить систему электронного меню с айпада, или с такими-то такими штуками. Ресторан должен потратить довольно большое количество денег на это внедрение. Он должен закупить это все железо, он должен что-то поставить, натянуть провода, сеть и так далее. Для внедрения нашей системы, да, если в ресторане нет этой системы, если где-то вокруг есть какой-то мобильный интернет, то можно этим пользоваться. Меня просят объяснить, что электронное меню и веб-меню — это разные вещи. Вот электронное меню — это то, что сейчас внедряется в ресторанах, просто планшет в меню. Либо он стоит рядом со столом, либо он приносит айпад, и по внутренней сети он работает. А веб-меню — это вот наша система некого облачного сервиса вот этих электронных меню. Это вопрос. У вас отличие только в технологии? Вот для ресторана в чем разница? Для ресторана — это не конкурирующие какие-то системы, это просто другой подход. Мы выводим электронное меню в облако, и к нему есть доступ мобильного интернета. Вы приходите со своим устройством, которое у вас в руках, и прямо с него выходите в меню, прямо с него уже и заказываете. А те меню, которые сейчас внедряются, электронное меню, для этого он все равно должен принести не бумажку просто, которую он обычно приносит, а приносит айпад, либо с ним уже работаете. Либо там рядом со столом такой монитор стоит. Я правильно понимаю, что если поставщики или кто-то выведут свой сервис в интернет, они, собственно, ставят вашу? Если они выведут, да. У них должна стоять задача покрыть как можно больше ресторанов. Это довольно серьезная задача, поскольку конкуренция на этом рынке большая. У вас та же задача? Но у нас нет такого большого количества конкурентов. Это раз. И второе. Подключиться к нашему сервису гораздо проще, чем к электронному меню. То есть не нужно закупать жилет. Не нужно все это налаживать своим. Нет, ну хорошо, смотрите, не нужно закупать жилет. Да, вот эти поставщики выводят, просто приводят вместо того, что стоял сервер в ресторане, они точно так же вяжутся? Да. Могут. Ну точно так же. А вы считаете, что они по какой причине этого не сделают? Я вот еще хочу сказать, это не только система заказа, о чем я говорил вначале, это еще система неких дополнительных сервисов, связанных с тем, что это некая централизация всех ресторанов, то есть связанного с поиском, с отзывами, личный кабинет пользователя и все такое. То есть это не просто меню в интернете, а это некий набор дополнительных сервисов. Они тоже это могут сделать, это может сделать любой из вас в принципе. Нет, но у них, у меня нет существующих контрактов с ресторанами, у них есть, да, то есть у них есть какая-то банка. Ну достаточно просто. И я хотел здесь дополнить, что учитывая, что по сути, есть там рестораны, которые этим и планшетами не занимаются, они туда вложили деньги в разработку, и получается, что рестораны тем самым, хотят совершенно другую наук сферу для него, они просто могут любить свойственной бизнес. То же самое AirKeeper, для него переходить с каждой продажи своей системы, ее настройки, на веб-технологии, тебя сам убивая весь бизнес, которым они занимаются, ну я сомневаюсь, что они будут так делать. Да, они могут так делать, но получается, что это уже будет совершенно другая компания, по сути, и будет меньшей необходимости в их оборудовании, в их конституционных услугах, за которые они получают очень хорошие, большие деньги. Вот наша оценка, что вот эта компания, они не будут свой бизнес разрушать, и переходить в тот бизнес, который может объединить основные бизнесы, порушить. Ну окей, вы появитесь на рынке, начнете рушить их бизнес. Какого не постаётся? Я... А почему мы будем рушить их бизнес, почему вы так считаете? Не, он сказал, как я понял то, что он сказал, то, что переход в эту веб-технологию, в облако, это некий другой бизнес, у него другая бизнес-модель. Это не просто продажа планшетов и поддержка их как сервис. Это некий бизнес, широкая сеть сегуток, там много чего связано не с заказом, не с продажей софта. Вот это некий веб-бизнес. А это другая сфера. Если они готовы будут переориентироваться, то они могут попробовать. Нет, у меня вопрос. Я думаю, что будут какие-то вариации. Потому что, ну, понятно. Потому что каждый ресторан хочет отличаться. То есть, у него должно быть своё лицо. Получается, у всех как-то единое меню. Хотя оно должно быть, разно, чтобы человек должен быть меню. И он подходит уже с каждого нового меню, и встретит уже как чему-то, который должен видеть, да? Ну, хороший вопрос, действительно. Тут есть, как всегда, палка о двух концах. С одной стороны, пользователю должен быть привычен интерфейс, к которому он привык обращаться во всех ресторанах. А с другой стороны, ресторану действительно нужно выделять. Вот мне наш прекрасный вероятность подскажет. Наверное, будут разные темы реализованы просто для ресторана. Какой-то бэкграунд, какой-то картинки, задний план, может быть, фоны. Может, кнопки будут другого цвета или другого стиля. Честно вам скажу, мы сейчас над этим так глубоко и не работаем. У нас там было много вопросов, мы над этим ещё не работаем. Как будет организована продажа? Продажа нашей системы? Ну, будет просто человек, который приходит и договаривается. Просто продажа. Я также в презентации говорил о том, что мы хотим сделать такую систему, в которой порог входа будет очень низкий, очень простой. Чтобы ресторан, в принципе, узнав об этой системе, мог подключиться там самостоятельно. иметь возможность заплатить, просто загрузить свое меню, получить месяц бесплатный, бесплатно пользоваться функционалом базовым, и потом просто платить их какую-то небольшую плату за базовый функционал и работать с этим. А вы рассчитывали, во сколько вам обойдется один клиент? Поскольку один клиент? Нет, не рассчитывал. Мы рассчитывали. В общем, у нас есть общая модель. Сейчас сложно спрогнозировать, грубо говоря, вообще сколько человек подключится. Это покажут какие-то первые, наверное, испытания, первое внедрение. 20% рынка. Да, 20% рынка. Из них сколько там? 10% людей будут пользоваться. То есть 20% рынка значит, что вы хотите покрыть 20% сервисов. Это такая скромная оценка, что мы хотим покрыть 20% существующих ресторанов. Это всего. Тогда вопрос, сколько нужно потратить денег, чтобы договориться с 20% ресторан. То есть у нас должен быть другой человек, который договаривает, его посылает, он опять договаривает, поворачивается до другого ресторана. Да, это у нас заложено в модель. Есть такой человек, который ходит договариваться, и количество этих людей растет. Это сколько будет? А во сколько обходится отключение одного ресторана и одного процента ресторана? Комментарий номер раз. 20% мы считаем, что это для всех электронных, для всех вид меню 20% ресторанов будут ими пользоваться. Мы там даже меньше, на горизонте 5 лет. Но у нас есть потенциал выйти из России и дальше. Второе. По поводу продажи. Следующим образом это все будет получено. Вот та сеть, с которой у нас есть договоренность, мы заходим туда, откатываем там бизнес-модель, получаем фидбэк от пользователей от ресторанов, дорабатываем где-то к осени, к концу года. И после этого уже с бизнес-моделью будут более чертицы. Сейчас, ну я могу посмотреть, да, если позже подойду, скажу, сколько это получается. Какая доля от годовой выручки с этого ресторана, сколько это, сколько получает продаж? Ну да, ну вот у меня логика простая, да, допустим, у нас существует 20% рынок, существует там N% да, существует условный средний ресторан, в котором есть какая-то средняя годовая ручка. Вот ваш условный 1% должен закрывать ваши затраты. В том числе расходы на этого человека, который обошел кучу ресторанов, мы там много сказали, вот 1,20 он подписал, там 1,01 он подписал. Первый ресторан мы будем подключать сами, если это окажется очень сложно, то мы не будем зарывать большие деньги в маркете. Нет, ну это не маркете, это прямые продажи в том числе. Такой человек с крепкими ногами и убедительной речи. На самом деле в нашем представлении основные деньги пойдут не на то, чтобы подключить много ресторанов, а на то, чтобы подключить много ресторанов быстро. Вот, потому что в нашем понимании, если сеть пойдет, то она постепенно будет расширяться, потому что рестораторы общаются друг с другом, так как в каком-то этапе об этом напишет Афиша, через несколько лет об этом напишет Бансамольская правда, вот, и постепенно это станет достоянием общества. Но наша задача как можно быстрее выйти на рынок, потому что есть большая экономия на масштабе, есть очень много фишек типа социальной сети, которые достижимы именно при масштабе. В общем, просто мы верим в наш проект, у нас такая идея идиотическая вера стартаперов. Вот когда у нас курс начался в марте, в феврале, в конце февраля, вот как в рэш-то начался курс. Сколько в вашем проценте, в вашем времени? Мне так сложно оценить. У нас наш программист, например же, параллельно писал диплом и наш прототип, и тратил на это 100% свободного времени, мне писал диплом. Я тратил, наверное, 15% свободного времени, работая параллельно в другой компании. Мы ничего не подписывали, я лично общался с директорами некоторых ресторанов, не общался с владельцами. Вы получили просто ответ «Да, интересно». Я получил ответ «Да, интересно». Мне задали вопрос «Сколько это будет стоить?» Я сказал «Пока бесплатно». Ну «Да, интересно». Я просто скажу. Ну, первое, да? То есть, комментарий можно вам помочь. Процесс подключения самого ад, точек, когда человек, когда интересно, и даже страшно, что мы это делаем, даже владелец интеллекту, это очень, очень большой вопрос, потому что это после того, что он сказал, да. «Поэтому первое, я посоветую вам, что где-то 22 и 10.50 ресторанов, то, как это делается». То есть, инвестирует, что он и строит ресурс, чтобы пошло меньше. То есть, на четверг на один ресторан. Жене, да, дешевле, понимаете, насколько я, понятно, насколько мне интересны. Слышен, любите, пожалуйста, а вот на ближайну микрофон вы парите, это совсем не закрывается. До светлого. один и в общем после этого строить громадные ваши планы спасибо мы действительно тоже так думаем что мы будем начинать вот одного ресторана будет пройти получить некий фидбэк понять вообще насколько действительно трудозатрат у нас есть какие-то планы без них нельзя они каком-то первым приближением уточняться а вы думали какие какой тип ресторанов больше будет заинтересован в эти услуги потому что премиум ресторан я не думаю что будут заинтересованы потому что там основная ценность премиум уровня ресторанов это хороший повар хороший официант который может тебе что-то посоветовать мне мало интересно искать что-нибудь меню интереснее спросить человек чтобы он что-то мне познакомил посоветовал чтобы он меня помнил когда я сейчас прихожу он меня спрашивает вам то же самое или хотите ли вы что-то новое я хочу сказать что весь этот персонализированный сервис теряется при том что вы предлагаете правильно ведь это раз и два это то что например если будет электронное меню то мне будет удобно использовать то электронное меню который там есть не заморачиваться чтобы скачивать ваше приложение ставить на мой айпад или там телефон и туда еще один потенциальный риск то что если вы сделаете сервис которым все будут пользоваться то вы можете каким-то образом влиять на то куда люди будут идти правильно это потенциальный риск для компаний которые владели большими сетями ресторанов и зачем вам давать такой контроль это то о чем Виктор говорил что они сами могут это сделать контроль в смысле мы можем контролировать куда пойдут люди вы можете рекламировать тот или иной ресторан правильно если там 20 процентов пользователей ресторанов будут пользоваться вашей программой то вы будете иметь большое влияние на то что происходит в этом бизнесе мы позволим ресторанам влиять на своих пользователей хорошо вы не сможете ставить рекламу менять интерфейс когда человек ищет какого-то типа ресторан первым угодит все рестораны с которыми у вас какие-то договоренности есть и так далее вы же это можете сделать мы об этом не думали вообще в моем понимании система должна быть максимально демократичная и не делать таких там подтасовок результатов поиска и так далее то есть если там есть какая-то кто-то заплатил за рекламу то думаю что это не таким образом что человеку подсовывают какой-то ресторан навязывают его думаю что это просто некорректно по отношению к посетителям вот эта мысль возникнет не у вас вы говорили в первую очередь а вы говорили тех людей которые будут с вами работать тех ресторанов которые согласятся с вами работать больших людей я имею ввиду то есть вы упомянули какую-то сеть которая очень большим процентом всех ресторанов владеет правильно? как я сказал про лимпатию? что-то вы сказали 70% приятнее аэркипер аэркипер это система управления ресторанами которая сейчас я не правильно понимаю если есть компании которые владеют большим куском вообще этого бизнеса то для них это будет вопрос и еще один такой вопрос вы сами думали какие риски в вашем бизнесе есть? то есть что может пойти не так? мы говорим постоянно о том что может пойти не так вы сами об этом думали? да конечно мы думали озвучить самые большие риски которые могут возникнуть окей я сейчас озвучу я извиняюсь молодой человек очень долго хочет спросить я сейчас отвечу на ваш вопрос просто я уже практически игнорирую его вопрос простой когда электронное меню там понятно там все это загружается когда электронное меню там понятно все загружено уже на компьютере а если вы грузите из облака, из интернета и грузите картинки, а еще вы хотите фонд то с точки зрения скорости, времени и дружелюбности все это дело вы это тестировали, анализировали? мы это не тестировали, поскольку пока тестировать нечего мы это понимаем, это действительно есть такая задача сделать все таким образом, чтобы работало быстро и комфортно и я думаю что задача решаемая абсолютно то есть можно понять какая скорость интернета возможно выдавать различные разрешения эти картинки это задача скорее я бы не сказал, что это большая проблема кто-то может быть вообще хочет у него без карки но вопрос правильный действительно по поводу рисков у нас есть несколько наверное на мой взгляд ключевых рисков это один из рисков это про группы ресторанов какие группы мы для себя выделяли как основные мы для себя выделяли такой средний класс ресторанов безусловно не лакшери рестораны где действительно официант является атрибутом ресторана который продает, который уделяет внимание посетителям и так далее это большие сети в основном у нас которые это Харчма, это Эль Патио Пуши все возможные то есть мы ориентируемся в основном на этот сегмент это также может работать и во всех остальных ресторанах но думаю что наиболее актуально это для этих ресторанов поскольку там большой поток вопрос экономии времени возможно на этом сегменте по поводу рисков есть такой риск, что люди у которых сети которые владеют этими сетями и по большому счету у них уже все в жизни состоялось и лишнее движение там на каналах какой-то рукой им не сильно нужно есть такой риск, что нужно заходить к этим людям как-то с нужной стороны нужно договориться с ними а это основная группа, на которую мы рассчитываем есть риск, связанный с интеграцией но это тоже задача нам нужно интегрировать нашу систему напрямую в систему управления рестораном чтобы заказ поступал через интернет прямо на терминал коэффицианту эта задача она решаемая есть система управления в которых есть открытая IP есть такая система ICO она не так широко распространена, как Airkeeper но гораздо более продвинутая и современная в Airkeeper мы с ними разговаривали у них нет какой-то такой системы но я знаю, что есть рестораны которые внедрили электронное меню в систему Airkeeper то есть они договорились и как-то законнектились есть такой риск есть риски, связанные с посетителями будут ли посетители пользоваться будет ли им это интересно я думаю, что это ключевой момент в этом это интерфейс если интерфейс будет понятный, удобный, интересный то люди будут этим пользоваться если это будет сложно, как-то наворочено то есть риск а можете в ситуации употребления вот человек зашел в ресторан ему официант сразу подходит говорит, что вы можете воспользоваться такой услугой и как это выглядит откуда человек узнает о том, что это можно сделать но что происходит до того, как он увидел ваш удобный интерфейс? я себе представляю, что на столе просто стоит табличка среди всех предложений что наш ресторан работает система электронного меню может быть на двери или на связи будет какая-то наклейка электронное меню то есть информируют посетителя если про это вопрос потому что на столе, на двери какой процент людей, скажем, через год будет этим пользоваться? вот вы установили в ресторане на такой системе вот какой процент посетителей будет использовать эту штуку? и сколько у нас там? 10%? выложил в нашей модели мы предполагаем что как раз ровно за год ресторан выходит на свой уровень на 100% посетителей которые пользуются ну то есть 10% посетителей приходят, достают свой планшетник не обязательно планшетник мобильный мобильный ноутбук все что угодно это же, в первую очередь, не приложение по дайпаду приложение по дайпаду это во вторую очередь в первую очередь это просто сайт на который можно зайти с самой примитивной ноги. И это понятно, что разные устройства обеспечивают разный уровень сервиса. Это решается тем, что под разные типы устройств дается разный сайт. — Вы сказали, что Аркипель сейчас занимается ресурсом ПДО рынка. Почему Вы считаете, что Аркипель не сделает то, что Вы предлагаете? Насколько у них нет проблем с интеграцией, у них есть уже захваченный рынок, и это та услуга, которая напрашивается со стороны в первую очередь. Именно это произошло, например, с рынком банковских услуг, когда РСБанк предложил свой интернет-банк и так далее. Это типичная ситуация развития таких компаний. — Тут был некий подобный вопрос про, почему электронное меню не сделает то же самое, да? — Нет, это принципиальная разница, поскольку у Аркипера есть 70% рынка и готовая система, которая уже все автоматизируемая, и надо только добавить в этот интерфейс. Это разные вопросы с электронным меню и РСБанк. — Ответ, почему они вообще этого еще не сделали? Я думаю, что это не их бизнес, это действительно другой бизнес. Вот они продают эту систему в ресторанах, в гостиницах, у них там есть приложение под склад, они занимаются разработкой всего этого, они занимаются продажей, поддержкой всех этих терминалов. Это некий другой бизнес. Если они решат создать второй бизнес, то они могут это сделать. Вопрос встанут, но если не будет такое принятое решение, нет, сделают, не могу. — Насколько Вы оцените риски с принятием решения в Аркипера, о том, что они создадут предположения, важными для Вас? Какая вероятность такого решения в ближайшие два года? — Я бы оценил этот риск, как имеющий серьезное влияние на наш проект, но маловероятный. Почему маловероятный? Вот такая моя субъективная оценка. Я не могу никак прокомментировать, почему руководство Аркипера ведет себя так, а не иначе. — Ребята, я не услышал ничего про возможность автоматизированной оплаты. Если у Вас пользователи регистрируются в сети и могут ввести туда свою кредитную карточку, то мы можем сэкономить не только время, когда несут минимумы, а время, когда несут счет и когда несут сдачу, что гораздо более раздражает вот эту потерю времени. Более того, я приведу пример американского стартапа, который чем-то так немножко похож, неуловимо. Это сервис, которым позволяет с айфонов вызывать такси. Айфон определяет местоположение. Раз. И во-вторых, там как бы это должно быть зарегистрировано, там есть кредитная карточка, и система списывает с карточки деньги и отравляет ее в такси. Ну, как бы не надо с собой таскать деньги. В общем, такие штуки работают. И, как сказать, это как раз вот вас бы могло бы отличать и от айфипера, и от электронных меню, потому что если вы соберете юзеров, которые будут зарегистрированы, и которые дадут свою платежную информацию, то это будет совсем другое дело. Абсолютно правильно. И это тоже мы продумали, в нашем там функционале это прописано. Потому что когда мы начали разговор о том, что раздражает, как-то все не очень были готовы на диалог, да, мы тоже планируем, что кредитную карту можно будет заложить. Есть еще такой страх, с которым мы во время опросов потенциальных пользователей столкнулись. Некоторые люди не любят давать свою карту официантам, потому что там практически все данные для того, чтобы купить себе билет куда-нибудь, они есть. Вот это тоже решает этот вопрос. И можно экономить время действительно на том, что там несут счет, сдачу. Вообще надо позвать официанта, чтобы он как-то на вас отреагировал. Да, пожалуйста. Проблема номер один – это актуальность меню. Потому что если мы берем, скажем, средний уровень ресторана, то у них нет специальных средств, чтобы, допустим, обновлять меню. А меню, кстати, сейчас не меняется. И вот проблемы у нас, которые будут у вас серьезные проблемы. По поводу актуальности меню – это действительно вопрос. Если мы интегрируем все системы управления рестораном, то все происходит автоматически. Я бы сказал про дополнительно, какое преимущество нашей системы перед обычным меню. Я не знаю, насколько часто это сейчас происходит, но тем не менее я иногда сталкиваюсь с тем, что я прихожу, говорю, дайте мне вот это. Мне говорят, знаете, вот этого сейчас нет. Электронная версия позволяет этот момент убрать, потому что это автоматически может выходить в меню и не отображаться. Это связано с той же проблемой, как найти отношение нормальной арктиперы. То есть, если не будете, то с МТ2 просто на закрыт полностью. Не актуально будет в меню. Ну, задача интеграции – мы ее будем решать, и она стоит перед нами, да. Будем интегрировать. Вам нужно предложить арктиперу, что они купили ваш проект. Я еще хочу тут дополнить, что просто будет веб-сайт списанный не для посетителей ресторанов, а для владельцев ресторанов, на которые они могут зайти и отредактировать свое внимание. Нет, я объясняю просто. У меня есть партнеров, которые, я объясняю с этим в Белоруссии, они получают огромные деньги, потому что никто не хочет этим заниматься, этим рестораном. Они сами знают людей, которые люди ездят, брали, фарматы, занимают интерьеры, по-другому. Да, у них хорошо получилось, они даже стали лидерами ГУАСКО и взяли себе. Приполагается, оказывается, в ресторанах «Свебя» через Белоруссию. Но это очень дорого стоит. Вы считаете программы? Если не будут они обладать сами, то вам нужно не заниматься. Мы будем этим заниматься, но, очевидно, не бесплатно. Ну, да, я думаю, что сервис такой. Если ресторану нужно будет от нас, чтобы периодически приезжал и фотографировал новое блюдо, то, что мы организуем такой сервис, и это будет востребовано в курсе. Давайте последний вопрос, и будем заканчивать, переходить. Последний, самый интересный, финальный вопрос. Давайте. Финансируете, как будете, собственно, средства или вы планируете средства, заемные средства? Ну, сейчас мы выходим, вот у нас есть некий прототип планшета. Мы сейчас прорабатываем вариант сделать прототип на существующих движках, да, своими силами, существующих движках интернет-версию. Будем выходить как-то с ней поначалу. Но, думаю, что финансирование существенно бы ускорило выход наш на рынок именно с продукта в таком уже конечном качественном времени. Сколько вам нужно денег, какую долю компании вы готовы отдать инвесторам? Сейчас наш финансовый директор компетентно вам ответит. Об этом в презентации говорилось в предыдущем слайде. Оценочно нужно по 200 000 долларов. Так что мне не скупят. 200 000 долларов, а какую долю, но это вопрос переговоров. Так не озвучивается. 200 000 долларов могу. Для разработки и вывода первой версии для обхватки бизнес-класса. После этого, я думаю, тут не проблема. Проект Иван наступит после года. Там основные деньги после этого. Сама система, вот если она запущена, она есть практически не просит. Там техподдержка, там еще что-то такое по мелочи. Есть, не просит. Основные деньги идут в расширение системы. Как с точки зрения подключения большего количества пользователей ресторанов, так и с точки зрения добавления новых возможностей. это для мобильных устройств различных программ. То есть чтобы это уже была не HTML, а была какая-то программа. Это дополнительные функции кабинета. Это фишки социальной сети и еще, 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 еще. Хорошо, понятно. Ну, давайте поблагодарим ребят. Спасибо всем, кто выдернул. Да, и на сцену приглашаются следующие участники. Спасибо. 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 Здравствуйте. Прежде чем мы начнем, хотели бы раздать материалы по презентации. Кому? Кто хочет? Мы хотели бы увидеть, что Дженни получил бы некую прерогативу, а потом уже загран. Мы надеемся, что это сократит как раз в своих вопросах, чтобы другие команды спели тоже. У нас достаточно интерактивная презентация. Можно еще второй микрофон? Я попросил. А. Работает? Работает. 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 Здравствуйте, еще раз, надеюсь, мы вас не сильно утомим в своей бизнес-идее, тем более она достаточно зажигательная. И сегодня мы хотели бы начать презентацию с представления. Меня зовут Сергей Крементьев, я являюсь генеральным директором данной затеи. Позвольте мне представить членов команды. Сергей Дудов, это наш технический директор. Очень приятно. Артем Кокорин, человек, отвечающий за финансы, немаловажный. Анна Капонова, директор по маркетингу. И Людмила Волкова, директор по продажам. И нас всех волнует одна проблема, которая может быть волнует и вас, это проблема транспорта. Все мы каждый день сталкиваемся с транспортом так или иначе. И сталкиваемся с некоторыми неудобствами и проблемами. Для примера, я, например, в этом году приобрел автомобиль, который съел достаточно большую часть моего бюджета. А пользуюсь я им всего 3 часа в день, что достаточно обидно. К примеру, у Артема, я знаю, тоже есть определенные проблемы с автомобилем. Да, моему автомобилю всего 3 года, но уже месяц примерно он стоит у меня в ремонте. И это довольно сильно ударило по моему привычному распорядку. Это еще что? Я каждый день езжу на метро. С одной стороны, это, конечно, избавляет меня от проблем пробок. Но, с другой стороны, метро есть не везде, не говоря уже о полном отсутствии комфорта. А у меня, я считаю, что вообще самый лучший транспорт. Но с ним вот две проблемы есть. Зимой на мопеде далеко не уедешь. И многие водители не считают это за средства передвижения. Как вы видите, каждый решает свою транспортную проблему по-своему. И нам хотелось бы узнать, а что в транспорте самое важное для вас? Скорость и комфорт. Скорость и комфорт. Скорость мы бы заменили на мобиль. Поэтому, как бы то ни было, сочетание мобильности и комфорта вам может предоставить только автомобиль. Но, помимо этого, владение автомобилем, оно сопрягается еще огромным количеством проблем, с которыми вы сталкиваетесь. Я думаю, каждый день, кто имеет у вас в автомобиле. В общем-то, мы, вы тоже услышали, с этим проблемами сталкиваемся. Каким же образом нам избавиться от целого прицепа проблем? Решение достаточно простое. Называется оно EasyCard. Это наш сервис. Легкая машина. И, соответственно, наш сервис избавляет вас от проблем покупки, содержания и успокойства за ваш автомобиль. Что же в целом означает EasyCard для клиента? Это автомобили, которые расположены во многих районах города. В основном, в самых оживленных. Автомобиль можно использовать именно столько, сколько нужно вам. Будь то час, два, сутки. Ну, можно даже неделю. Проблемы содержания для вас при использовании этого сервиса не существует. И вы можете выбирать каждый день себе новую модель автомобиля и пробовать его в городских условиях. А бронирование автомобилев, благодаря нашей технологии, о которой я расскажу позже, занимает всего несколько минут. Как мы собираемся на этом зарабатывать и нашу бизнес-модель озвучит наш генеральный директор? Ну, начнем с того, что данная идея, она, конечно же, не нова. Появилась она в 80-х годах в Европе. Достаточно удачно развилась в Соединенных Штатах. И на данный момент самая большая компания этого сегмента, Zipcar, провела IPO в апреле этого года. И привлекла достаточно много денег, там порядка 160 миллионов долларов. На данный момент ее катализация составляет 912 миллионов. Она даже переваривала за миллиард. Соответственно, наша стратегия представляет собой классические варианты Глубого океана, которые, видимо, все будут упоминать в своих презентациях. Но мы действительно считаем, что мы вот такая рыбка, которая выпрыгивает из обычного рынка аренды автомобилей. И мы предоставляем уникальный сервис, который избавляет нас от конкуренции. Потому что мы не предоставляем автомобиль, а мы являемся частью городской жизни. И поэтому мы создаем некое value, извините на английское слово, для пользователя. Ну, собственно, сама бизнес-модель. Начнем, пожалуй, с ключевых партнеров. Естественно, здесь стоит сказать о лизинговой компании и физических лицах. Потому что уникальность нашей бизнес-модели заключается в том, что мы не только предоставляем свои машины, которые покупаем, но мы также берем машины в аренду у физических лиц. То есть, многие люди сталкиваются с проблемой, когда покупают в автомобиле кредит, он у них простаивает, и они не знают, как выбраться из этой ситуации. Вот мы, собственно, будем предлагать данные автомобили тоже. Естественно, они будут находить проверку. Об этом подробнее дальше. Наша ключевая деятельность заключается, естественно, в определении регионов внедрения сервиса, а также в определении новых тарифов и улучшения информационной системы. Я, пожалуй, вернусь к ключевым партнерам. Здесь стоит отметить российские инновационные технологии, компанию, с которой мы достаточно плотно сотрудничали в течение этого проекта, которая будет предоставлять нам новоэкционное оборудование и информационную платформу. Наши ключевые ресурсы делятся на два категории. Это физические и интеллектуальные, физические, как несложно догадаться, это автомобили, интеллектуальные – это информационная система и база данных, которая будет собирать информацию о передвижении клиентов. Преимущества, которые мы будем предлагать клиентам, они достаточно очевидны. Мы предлагаем им гибкость сервиса, то есть человек может арендовать машину начиная от часа. Затем это выгодные тарифы, низкая цена услуги, как следствие. Мы достаточно сильно битбингуем рынок в сегменте эконом и бизнес-класса. И предоставлять эти услуги мы будем через онлайн-сообщество. Мы считаем, что в этом сервисе ключевой момент – это то, как мы будем обходиться со своим сообществом, то, как мы его будем растить. Мы считаем, что очень важно на первых порах выявить лидеров и разговаривать именно с ними, чтобы мы могли получать прямой фидбэк от них. Каналы доставки, по которым мы будем представлять наш сервис, они достаточно очевидны. Это, соответственно, собственный сайт и продвижение в социальных сетях и поисковых машинах. Немаловажный момент – это наш клиент. Мы провели некое маркетинговое исследование, и мы считаем, что все-таки в России начинает зарождаться средний класс в истинном понимании этого слова. Мы представляем, что это будут молодые люди до 40 лет. Это, естественно, будут люди, образованные горожане с несколькими образованиями, у которых есть доступ в интернет, дома и на работе. И эти люди, они восприимчивы к новым идеям, и также заботятся об экологии и хотят решить проблему транспорта или трафика в городе. О том, как наша бизнес-модель выглядит в цифровом выражении, вам расскажет Артем. Да, я расскажу о финансовой стороне вопроса и начну с цифр, которые формируют нашу выручку. За что конкретно платит клиент? Клиент платит, первое, годовой платеж – 5000 рублей. Он платит за то время, которое использовал автомобиль – 200 рублей в час, и за расстояние, которое он проехал – 10 рублей за километр. Чтобы появилось понимание, поездка в магазин обойдется человеку примерно в 500-600 рублей. А если он захочет взять машину часов на 5 и проедет немалое расстояние, то это где-то 1400. Да, вы можете смотреть подробности в раздаточных материалах, которые прилагаются по финансовой части. И я закончу по поводу выручки и перейду к самому важному. Я думаю, что по поводу привлекательности нашей идеи ни у кого сомнений не осталось, но вот здесь наступает самое важное – это финансовые показатели. Я буду короток. Нам нужно 27, порядка 28 миллионов рублей в первый год и порядка 6 в второй. Финансовый прогноз мы делали на 6 лет. Инвестиционные показатели, вы можете видеть, МПИ-проекта – 12 миллионов, внутренняя норма доходности порядка 50%, и окупаемость проекта происходит за 4,5 года. Опять же, ПНР-проекты вы можете посмотреть в раздатке. Ну, в общем, наш проект нельзя назвать сверхприбыльным, но я могу сказать, что учитывая отсутствие аналогов на рынке и отсутствие какого-либо сравнения, которое мы могли бы использовать, мы строили консервативную модель, и, возможно, эти показатели увеличатся. Очень важный момент – варианты выхода для инвесторов. Мы предполагаем два самых возможных выхода – это продажа фонда прямых инвестиций в своей доле, либо, как уже упоминалось, возможно, продажа расширяющимся европейским и американским аналогам. Например, ZipCard. О технической здании вопроса расскажет Сергей Тудов. Итак, о технологии. Как все это работает вкратце. Клиент может осуществить заказ через интернет, соответственно, компьютеры, либо других мобильных устройств, либо осуществить заказ по телефону, сообщив оператору свои персональные клиентские данные. Далее заказ размещается на сервере. С сервера данные по заказу поступают на бортовой компьютер автомобиля по средствам GSM-скоединения. Далее. Забронированное время клиент при помощи своего электронного ключа получает доступ к автомобилю. Для того, чтобы запустить двигатель, он использует свой персональный пин-код. Далее он может воспользоваться услугой в соответствии с правилами и тарифами. По ходу движения автомобиля и вообще по ходу использования этой услуги ведется постоянный мониторинг систем автомобиля. По каналу GSM, как я уже говорил, отсылаются данные на сервер, и оператор, во-первых, может следить за системами автомобиля, во-вторых, отчасти ими управлять. Для того, чтобы поставить автомобиль на охрану или его закрыть, опять же, используется электронная карта клиента. В этом никаких сложностей особо нет. За час до окончания сеанса на GSM-мониторе выводится сообщение о том, что сеанс заканчивается и пора возвращаться на стоянку. Это первая технология о том, как все работает со стороны человека, который арендует у нас автомобиль. Как же все происходит со стороны человека, который сдает автомобиль нам в аренду? Итак, как уже говорил Сергей Кементьев, любой человек, у которого есть автомобиль, подходящий нам по требованиям, это класс автомобиля, технические характеристики, которые мы будем проверять, ну, соответственно, год, это не старше 3-4 лет. Он может заставить этот автомобиль работать на себя. То есть в то время, когда этот автомобиль простаивает, им могут пользоваться наши клиенты. Для этого всего лишь нужно заключить с нами договор на аренду автомобиля. Мы установим тогда нашу систему навигации и слежения, и человеку нужно всего лишь указать, когда ему этот автомобиль не нужен, то есть когда он не используется, например, с 9 до 18 человек находится в офисе на работе, либо он на 2 недели уехал в отпуск. В это время автомобиль ему не нужен. И, соответственно, в это время автомобилем могут воспользоваться наши клиенты, а человек, отдавший автомобиль нам в аренду, получит определенный процент. Тем самым владелец автомобиля использует его с максимальной эффективностью, которая только возможна. А маркетинговую стратегию, Аня? Как мы знаем, краеугольным камнем любой маркетинговой стратегии является бренд. Мы будем формировать восприятие изикар с идеалами городской жизни, удобством и простотой. Низкая цена позволит нам сформировать лояльность среди клиентов, повысить мобильность и улучшить образ жизни. И все это заботясь об окружающей среде и городском стратегии. При продвижении нашего уникального бренда мы планируем использовать набор различных инструментов. Основным вложением из нашего рекламного бюджета мы планируем сделать продвижение в поисковых системах, а также вирусный маркетинг в социальных сетях. Особое внимание мы хотим уделить формированию сетевого сообщества среди наших клиентов. И для наиболее активных хотим предложить онлайн-сервис, в котором вы можете оставить, наши будущие клиенты могут оставить свои отзывы и пожелания. Тогда мы всегда сможем находиться на волне и следить за пожеланиями клиентов и предсказывать рыночные тренды. Более того, мы небезосновательно предполагаем, что наш проект будет информационным поводом для СМИ. И это еще больше привлечет к нам аудиторию через классические рекламные схемы. Ну и, конечно же, мы не забудем о таких наиболее используемых сейчас маркетинговых подходах, как расположение наших логотипов на парковочных местах и на самих машинах. И теперь самое время перейти к оценке рынка. В целом, российский рынок, бракат автомобилей характеризуется экспертами как динамично развивающийся. Его рост оценивается в 30% в год. Для московского региона это 40% в год. Общий объем рынка составляет 64 миллиона долларов США, при этом 90% в средоточном в Москве. Рост спроса в нижних ценовых сегментах опережает рост предложения в них. При этом рынок абсолютно несбалансирован, не структурирован и хаотичен. Несмотря на это и на дисбаланс между спросом и предложением в последнее время наметилось усиление конкуренции на сегменте эконом-класса. Но при этом рынок бизнес-класса насыщен. В настоящее время на российском рынке нет аналога нашему проекту. С выходом изи-кар на рынок мы представляем, что многие игроки, уже существующие на рынке, возможно, захотят перестроить свою систему, исходя из наших разработок. Но с учетом этого у нас уже к тому моменту будет преимущество во времени, а значит мы сможем конкурировать с ними и по ценовой политике, и за счет агрессивного пиара, и за счет узнаваемости параметра. Пожалуй, можно перейти к срокам впечатления проекта. Более подробную информацию и диаграмму вы можете посмотреть в подзадочных материалах, а я озвучу только основные моменты. Итак, общий срок выполнения проекта – 13 недель. Основную часть этого срока занимает разработка, тестирование информационной системы, это порядка 8 недель. На данный момент создана команда, которая может заполнять практически все функции и задачи проекта. Нами разработано полное техническое задание на информационную систему. Возможность реализации и стоимость этой информационной системы оценена компанией «Российские навигационные технологии», которая предоставляет услуги навигации, мониторинга автомобилей, движения для автомобилей для достаточно крупных компаний, таких как Татнефть, Башнефть и, если не ошибаюсь, автотрейдинг-транспортная компания очень крупная. Также нами изучено и подробно изучено маркетинговые исследования рынка аренды автомобилей в Российской Федерации и получены предложения от лизинговых и страховых компаний. Сейчас подробнее о команде. Людмила. Ну и теперь пару слов о том, как же формировалась наша изи-тим. Собственно, наш генеральный директор Сергей пригласил нас поучаствовать в этом курсе. Мы все благополучно согласились, собрались, устроили мозговой штурм и начали же думать, что же нам предложить вам и чем бы заняться себе. И, в общем-то, пришли к изи-кар по тем причинам, которые уже были озвучены. В раздатке вы можете посмотреть части нашего экономического и технического образования, у нашей команды, но мне хотелось бы отметить основные моменты, что у нашей команды есть уже совместные проекты. Например, наши ребята, мало того, что они учились вместе в школе, так после окончания университета они решили организовать свою собственную компанию. Молодые и задорные, они основали компанию Toy4U, которая занималась тем, что привозила товары, связанные с мультфильмами типа «Симпсонов», «Футурама», «Фэмили Грайл» и так далее. Привозили эти товары в России. Собственно, это была первая компания, которая заключила договор на распространение этих товаров с 20-й век с ФОКТ в России и СНГ. Хочется сказать, что ребята, в общем-то, по истечении этого бизнеса вынесли некоторые уроки, что они не учли при формировании, какие последствия возникли потом. И самое основное – это, в общем-то, ограниченность ресурсов, в первую очередь финансовых и людских, что самое важное, наверное, для бизнеса. И как существует бизнес в условиях этой ограниченности. Затем, хочу сказать, что я и Сергей вместе учились в университете, в школе экономики. И, в общем-то, на протяжении этого обучения сделали довольно много разных совместных проектов по различным предметам. Каких-то успешных, каких-то нет, но в целом все было довольно командно. И Аню вместе с Сергеем также организовывали, и в дальнейшем уже реализовывали, студенческий обмен между МГУ и европейскими университетами. Что я хотела всем этим сказать, что мы, в общем-то, наверное, немного снизим риск инвестора по формированию сплоченного коллектива, поскольку уже каждый знает особенности друг друга и, в общем-то, понимает, как нужно к кому обращаться, кто в чем успешен, а кто в чем не успешен, и как кого нужно подстраховывать. Спасибо. Ну, в принципе, мы, наверное, рассказали все, что хотели вам рассказать. Единственное, по классическому правилу мы все-таки освежим в вашей памяти основные моменты нашей презентации. Итак, мы планируем войти в, прежде всего, развивающийся рынок без прямой конкуренции на данный момент. Надеюсь, что вы смогли понять ту самую изюминку, которая есть в нашей бизнес-модели. Инновационной, пусть она остается на слайде. При наших достаточно амбициозных целях мы используем консервативный подход к финансированию и к финансовым прогнозам, потому что деньги и аккаунтинг – это отдельные истории. Мы также выбрали надежных партнеров и достаточно серьезную технологию, которая позволяет делать достаточно большую выборку по клиентам, позволяет нам получать достаточно много информации и обрабатывать ее в нашу пользу. Надеюсь, что мы смогли вас убедить в том, что это будет яркий бренд, и мы постараемся продвигать его достаточно умно. У нас, безусловно, сплоченная команда. И, пожалуй, прежде чем мы перейдем к вашим вопросам, у нас есть к вам один вопрос. Что же еще нужно для успешного бизнеса? Ну, собственно, неудачная шутка. Давайте перейдем, наверное, к вашим вопросам. Я, честно говоря, так и не понял до конца бизнес-модель. Вы свои машины приобретаете и даете в аренду, или вы пользуетесь только машинами других людей? Мы делаем и то, и другое. Прежде всего, мы основной движок нашей финансовой модели. Это автомобили, которые мы приобретаем, лизинг. В компании RALC были некоторые договоренности. А у клиентов мы также планируем привлекать машины. Вот простой поиск в Яндексе показывает нам, что только в Москве в месяц готовы отдать свою машину в аренду, просто в такси, порядка 125 человек. Но для нас это очень много. Это уже сумма, разделенная на три запроса. Поэтому мы все-таки планируем сделать ставку на свои автомобили в тех регионах Москвы, где мы считаем, что мы должны быть наиболее качественно представлены. Там, где мы считаем, что мы рассчитываем на более массового потребителя, мы будем брать машину в аренду у потребителей. Я просто, если в цифрах, могу сказать, что мы рассчитываем из всего нашего автопарка, что 70% автомобилей будут наши, 30% арендованы. Мне, честно говоря, дико не хватает какой-то истории, кому это нужно. То есть я понимаю, есть довольно много людей, кто приезжает в офис, ставит машину и не нуждается в ней, в каком-то времени. Но кому нужно в центре? То есть как этот человек добрался до этого места, имея в офицерстве права, не имея, видимо, свои машины, то есть или имея, но кинув ее в круглый, вот этой легенды сильно не хватает. И второе, я понимаю, что, скорее всего, это более всего востребовано было бы около вокзалов, например, и около аэропорта. То есть это как раз вот эта легенды, как человек приезжает, приезжает, ему хочется приехать, там ему бросать неудобно. Вот про это тоже непонятно, как он будет договариваться с местами. Ну вот, прежде всего, хотел бы касаться первых. Ну, у нас два, на самом деле, вопроса. То есть первое – это кому это нужно и где мы все-таки планируем находить основных клиентов. Ну вот, не секрет, наверное, для многих, что последние пять лет количество людей, получающих права и не приобретающих машину, оно растет в геометической прогрессии. То есть сейчас практически все студенты, ну, как бы даже школьники, они получают права, не имея собственного автомобиля. Потом вопрос к тому, что вот если у человека есть права и нет собственного автомобиля, да, то, вот, вы, наверное, не задумывались, но первая часть нашей презентации говорила о том, что владение собственным автомобилем, оно достаточно невыгодно. То есть у вас есть неопределенные там затраты, даже если вы покупаете за наличие, у вас есть амортизация, у вас есть страховка, у вас есть придержание, у вас есть головная боль. Если вы используете автомобиль 2 часа в день, то наш сервис будет дешевле, чем владение собственным автомобилем. И это именно, как бы, та парадигма, на которой основывается у нас бизнес. Мы альтернативная система владения автомобилем. Поэтому вот здесь, ну, можно говорить о множестве примеров, когда, например, у человека сломалась машина, да, или у человека просто нет машины, потому что он не хочет ее покупать, потому что, ну, какой смысл покупать ее там в городе, где достаточно сложно найти парковочное место, или там сложно заниматься ее поддержкой. А по поводу вокзалов и аэропортов, вот мы как раз туда лезть не будем, потому что это вот как раз-таки тот самый Красный океан, да, где очень высокая конкуренция. Мы рассчитываем как раз-таки на жилые кварталы, вот, например, представьте, вот район Кумсова, да, а огромная территория района, где, ну, общественный транспорт очень плохо развит, и где просто, чтобы забраться от одного знакомого к другому, это очень неудобно. А можно взять в одном месте и бросить в месте своей работы? Бросать нельзя, можно, можно... Я так понимаю, надо возвращать в то место, где взял, а ты уже не знаешь. Есть специальный тариф, о котором мы подумали, который называется «На работу». Это ориентирует на тех людей, которые хотят пользоваться нашим сервисом для того, чтобы добираться на работу, и заключается он в том, что вы бронируете автомобиль на 4 часа, но при этом вы гарантируете нам, что вот 2 часа, которые вы добираетесь с утра, и потом 2 часа вечером, автомобиль стоит вот на какой-то определенной точке, не тронутой, там, сколько, какое-то время. Тогда мы помечаем в нашей системе, что это свободный автомобиль, и люди, которые находятся вокруг него, могут его арендовать. Да, ну, мы не будем говорить так. Соответственно, о возможностях iPad'а и определения геолокации сейчас, соответственно, не нужно говорить. Я думаю, все читают Tech Church. А можете еще пояснить? Вот мне хочется такую машину повезти. Вот ситуация потребления, как вы видите? Я к ним подхожу? Откуда у меня есть ключи? Как занесен ли я страховку? Как это вы видите? Ну, страховка, во-первых, открытая карта, соответственно, на всех машинах. У нас есть взнос. 5 тысяч рублей. Это взнос для вступления в наш клуб. При вступлении в клуб человек получает электронную карту. То есть у нас там это обозначено как RFID-карт, но также есть просто частотная метка, которая используется в сигнализациях, к примеру. То есть на отключение-включение иммобилайзера. Соответственно, с этим электронным ключом он может попасть внутрь автомобиля, потому что данные по именно этому номеру ключа отправляются с сервера на бортовой компьютер, и там со временем начала брони автомобиль будет открыт. Он не будет открыт, а будет открыт, когда к нему будет принесен именно электронный ключ. Далее человек пользуется своим персональным пид-кодом, который тоже отправлен в пакете данных на заказ. Ну, на вашу, да, из его заказа. Ну, то есть вам нужно достаточно серьезно переоборудовать еще автомобиль? Там не то, чтобы серьезное переоборудование. По сути, у нас там из серьезного переоборудования только, наверное, замена личинки за газосжигание, потому что практически вся вот эта система с мониторингом датчика и так далее, это если вот кто-нибудь, может быть, сталкивался с такой сигнализацией, как Magic Systems, компания китерская, они предоставляют сигнализацию с полным мониторингом системы автомобиля. То есть вы ставите сигнализацию, она стоит не так дорого, то есть это порядка, ну, 18, что ли, тысяч, но можно мониторить все вплоть до объема топлива в пакете. И сколько они берут за такой мониторинг в месяц? Нисколько. У них есть сервис caronline.ru и он для клиентов есть в пакете. Скажите, вы, это то, что вы делаете, полный клоун в зимкарте, или это что-то другое? Это что-то другое, и что-то другое именно в моменте... Вот еще просто возвращаясь к вопросу, да, вот есть такая штука, вот на всех машинах 2005 года, называется универсальная шина, да, ЦАН. Да, это универсальная шина, к которой вы подключаетесь, и у вас есть возможность контролировать все датчики машины. Поэтому мы не только там уровень топлива, и там масла, и износ тормозных колодок можем контролировать, но мы можем и не остановить, если вдруг машина удобна. Но, возвращаясь к вопросу, вот ключевая разъединница различия с изикаром заключается в том, что у зимкара вот заняло очень долго, вот они развивались 10 лет, и они сейчас имеют 3000 машин. Мы планируем развиваться гораздо быстрее именно из-за сегмента физических лиц, то есть потому что для нас нет, для нас, вернее, очень маленькие инвестиции, это страховка и оборудование навигационное, вот, к слову, пакет оборудования в машину 35 тысяч стоит, для того, чтобы машина была готова к пользованию в сервисе. И, соответственно, мы будем расти гораздо быстрее, этот рост будет, он органический, мы не будем поглощать там FlexCar и другие машины, ну и другие компании, как это делал зипкар, потому что мы надеемся, вот мы все-таки на социальную составляющую, когда люди будут отдавать свои машины в аренду, мы, собственно, надеемся из-за этого разрастить быстрее. Я последнее, что хотел сказать, очень просто подытожить, на всякий случай, техническое составляющее использование автомобиля. Грубо говоря, вы залезаете в интернет, бронируете автомобиль, подходите к нему, открываете, и все, на этом заканчивается. Это сложно. Ну, на самом деле, это, скорее, вот, ваша модель, это не зипкар, а вот из компании GetRound, которые на этих кранчиках вывели последние. Вот, собственно, они, ну, не знаю, первое предложение, вариант, когда, да, физики, да, издают в аренду свой автомобиль, вот, и если убрать там лизинговую составляющую, соответственно, у вас получается и модель именно GetRound, и у них раз есть какой-то паукит, там, детали, я не разбирался, который позволяет действительно вставлять вот, ну, открывать машину, управлять открытием, закрытием машины, без, собственно говоря, без ключа. Ну, то есть, как бы, человека, который там имеет специальный, там, ну, ключ, либо это приложение на Айпаде вроде бы это. Это также организует. Другой вопрос, там, у них самое, там, большое вэрию в том, что они-то говорили с этого иншурнесс, о том, об открытой страховке, вот, собственно, как логускаска там вроде я услышал, а вот, что с осанта, а что с доверенностью на управление автомобиля, либо это, он едет до ближайшего, грубо говоря, гаишника. Третье, что со всякими вещами, которые, там, ну, все мы знаем, на машине остаются, иногда это остальные ценные вещи, да, что машина бывает разная, да, и у вас в модели, там, цена, примерно, одна в аренду, ну, у одного машины в хорошем состоянии, он там согласен, что с порогой не давать, а, ну, знаю, я она не очень там хочу, да, потому что я люблю ее, там, и, там, нежно вьет за ней, забочусь, и, там, натираю ее, да, ну, на хрена мне, там, где-то такие риски непонятным студентам сдавать, которые, там, поцарапают, там, все, и, там, сожгут, там, украдут, там. Понятных вопросов, значит, во-первых, вопрос, это и юридическая сторона, вот, страховка, во-первых, открытая каска, во-вторых, открытая ОСАГО, это есть, открытая ОСАГО, нет, это допустимо, это вполне допустимо, у меня на автомобиле открытая ОСАГО, например, вот, это первое, второе, по поводу документов, документы находятся в машине, вот, но, есть такой интересный момент, ну, как мы собираемся обезопасить себя от того, чтобы эти документы не уходили вместе с водителя, а, может быть, кто-нибудь, там, смотрел, там, последнее обновление ютуба по поводу общения с нашими удобностями ДПСниками, есть такая вещь, как железный аргумент, то есть, в ней человек придумал такое устройство, это бокс для документов, который стальной цепочкой перестергнут в машине, то есть, дальше, чем на метр, эти документы из машины никуда не делаются, это абсолютно законно, на это есть постановление суда, да, это действительно так, и всегда мониционерам можно это показать. Вот, по поводу доверенности, генеральная доверенность у нас не нужна, достаточно обычная рукописная доверенность, которую можно распечатать с сайта вместе с подписью доверяющих лица, и вписать туда, соответственно, свои, точнее, даже не вписать, человек, когда бронирует машину, автоматически заполняется доверенность, ему просто нужно ее распечатать. Но там должна быть подпись живая, человек, который дает машину. Почему она должна быть живая? По семье достаточно. По семье достаточно, да. И опять же, бланки доверенности могут лежать в машине, если у человека нет возможности распечатать. Это простая рукописная доверенность, вполне работает на любом автомобиле. Полный пакет документов в автомобиле имеется, а автомобиль не заявлен в угон. Страховки есть, все есть. Поэтому человек может спокойно двигаться, потому что у него права были. А вот еще такой вопрос, который касается... Еще вот такой вопрос, который касается спроса ниши потребителей. Вот мне показалось, что у вас может быть серьезный альтернативный конкурент. А именно это те люди, которые вместо того, чтобы покупать собственную машину, постоянно и часто используют такси, а некоторые еще нанимают водителя. Это на самом деле не так уж и дорого. То есть, например, те люди, которым постоянно машина не нужна, которые, например, хотят ездить на работу на машине, а еще если эта работа, например, не каждый день, то просто могут позволить себе ездить на такси или даже персонального водителя. Это дешевле, чем собственная машина хорошего класса на несколько лет. Вот не будет ли это альтернативным таким сильным конкурентом вашего сервиса? То есть, обычное такси и частное водителя. Ну, это немного другая ценовая категория. Все-таки вот и что такси, что аренда машин с водителем. Вот, ну, возвращаясь к вопросу о цене, 200 рублей в час – это цена за наши собственные автомобили. И когда физическое лицо захочет отдать свою машину в аренду, ему будет предоставлена сравнительная тарифная сетка, то есть, где он выбирает там, ну, может даже просто бин машины свой вбить и получить примерно тариф на его машину даже в его районе. Поэтому у нас достаточно гибкая ценовая политика в этом плане. И вот, возвращаясь к вопросу бар такси, я считаю, что все-таки другая ниша. То есть, люди, которые есть на такси, они не хотят водить, они не будут пользоваться нашими сервисами. Потому что для них, в принципе, вот вождение – это стресс. И поэтому им проще там заплатить больше денег и там не водить. А мы все-таки вот говорим о там молодых людях и среднем классе, да, о людях, которым все-таки интересно самим водить. И интересно водить не просто какие-нибудь Hyundai Gets или Ford Focus, а, например, Mini Cooper, BMW 3 или Volkswagen Golf, что, собственно, мы и предоставляем. Когда у человека будет... Он сможет выбрать машину по настроению. Едет он на встречу с начальником, выбрал BMW. Едет в Икеа, выбрал Volkswagen. Или везет девушка в кинотеатр. Такой вопрос. Кто захочет отдавать Mini Cooper и свои BMW в аренду? Ведь же... 200 рублей в час. Скажем, так мне кажется, те люди, кто их имеет, особенно если это новая машина, они с какие деньги их в аренду не отдадут. Я отвечу на этот вопрос так. Сейчас я читал про то, что организовывается компания, которая занимается тем, что использует автомобили просто частных лиц, как рекламные носители. В этот бизнес вложился известный бизнесмен, я не помню его фамилию, но самое важное то, что полтора года назад я лично разрабатывал аналогичный сервис. У нас был сайт, на котором каждый желающий мог зарегистрировать свой автомобиль и отдать его под рекламу. То есть, отклеить его рекламу, ездить на нем, как обычно, но при этом быть рекламным носителем. Очень большое количество желающих отдать свою машину под рекламу оказалось, буквально за первый месяц у нас зарегистрировалось 500 человек, при том, что продвижение этого сайта было минимально. С каждым из этих людей, практически с каждым, я общался с телефоном, потому что надо было подтвердить его физическое наличие, этого человека. И с очень многими я обсуждал вопрос своего автомобиля. И многие из них говорили, что это очень немыгодная покупка и что они с удовольствием при любом возможном случае хотели бы на нем заработать. Понятное дело, что отдать автомобиль под рекламу и ездить на нем самому – это одно, а отдать его в аренду – это другое. Однако, как факт, есть желание зарабатывать на своем автомобиле. Кроме того, если набрать в том же Яндексе фразу «хочу отдать автомобиль в аренду» или «отдам автомобиль в аренду», там довольно-таки немало таких поисков. То есть желание отдать свой автомобиль и желание заработать на своем автомобиле присутствует, и оно немало. Есть ощущение, что в аренду будут отдаваться в основном-таки глубоко поддержанные машины, которых уже не жалко отдать в аренду, которые там постоянно будут эксплуататься и хочется от них отжать побольше. Есть такое ощущение, что ваш клуб может быть скупящим таких вот машин, которые уже находятся в предсмертном состоянии. Как я уже говорил, машина должна быть соответствовать определенным требованиям. И техническое состояние машины мы будем оценивать. И естественно, что мы не предоставим клиенту план, на котором он просто заглохнет через 2 километра, и у него останутся достаточно неприятные от нас впечатления. А по поводу класса как раз машин и дорогих машин, в сервис, который организовала Артем, обращались люди на достаточно недешевых машинах. То есть было несколько, например, Audi TT. Машина, которая стоит даже в подержанном состоянии, где-то трехлетняя, порядка полутора миллиона. А можно вопрос еще? Можно девушку? Просто мы не можем ее обидеть. Не маленький вопрос. Понятно, как взять машину, а когда отдаешь, ей нужно определенное место отвезти. Возвратить, в смысле? Да. То есть помимо тарифа, о котором я говорил, на работу, когда можно ее ставить возле работы, каждый сеанс пользования автомобилем должен закаживаться тем, что вы возвращаете автомобиль на парковку, с которой вы взяли. А вот вопрос пробок. Вы никак не оценивали здесь? Ведь легко можно не уложиться во время. Естественно. Вот пробки – это такой джокер. С одной стороны, их можно рассматривать как огромный риск, а с другой стороны, если человек… Возрастающий. Ну, как бы, да. Ну, соответственно, наш сервис как раз-таки как-то пытается это решить. Но с другой стороны, если посмотрите на то, что человек взял машину в аренду, ну, вот взял ее на несколько часов, застрял в пробке, то для нас это как раз-таки может быть вот тем самым золотым теленком, когда он застрял в пробке, и он вынужден продлить, иначе, как бы… А для того, кто дал машину и ожидает ее ко времени, что это будет? В этом случае, если вот происходит ситуация, когда два бронирования накладываются, тогда мы выплачиваем клиенту, у которого было бронирование, некую компенсацию в порядке двух тысяч рублей. И 50% из этих двух тысяч мы снимаем с человека, который опоздал, который не вернул. Ну, я даже вот такую ситуацию… То есть, я отдался в мини-кульпер за 300 рублей, жду его на кино там 8 вечера, а машина… Ну, человек говорит, ну, я в пробке там путала, извини, застрял. Что, как эта ситуация разрешается? Ну, такие ситуации разрешаются. Вот у нас в финансовой модели заложено, собственно, как называемое уменьшение клиентов, вот годовое, да, то есть у нас… Мы прекрасно понимаем, что будут конфликтные ситуации, когда там нужно будет их разрешать, и мы это просчитали в модели, когда люди там будут уходить из нашего сервиса. Но такие ситуации, они, соответственно, будут решаться тем, что мы на этапе входа в наш клуб мы будем объяснять все риски человеку. Мы не будем говорить им о том, что вот, ты сдай нам машину и получишь 600 долларов в месяц. Ну, естественно, мы будем подходить к этому реально, потому что мы не хотим не стремить на себя дополнительный риск. И опять же, продолжая ответ, человеку во время бронирования будет предложена, просто как дополнительная услуга, будет предложено построить маршрут. И ряды с пробки функционируются достаточно давно, и у них есть определенная история пробок, какое время, какие участки в Москве наиболее загружены. Соответственно, человеку будет выдаваться просто рекомендованное время, на которое рекомендуется просто взять автомобиль, и он должен заранее понимать, успевает он или не успевает. Все-таки это ответственность именно того человека, который берет автомобиль. должен понимать, ориентироваться как в городской ситуации, и ощупит свое время. Ну и опять же, да, если брать в пределах района, то автомобиль, как правило, быстрее метро. Вот если взять, например, третье кольцо, и, ну, там, в пределах двух станций метро, то от третьего кольца, то передвижение, ну, быстрее, чем метро. Вот, к примеру, я вот добираюсь, я живу на метро академическое, добираюсь на машине на работу на метро авиомоторное. Тридцать минут. Аппаратно сорок минут. Вот. У меня несколько вопросов. Вопрос первый. Для того, чтобы отформить на эту машину открытые каски и ослабки, это довольно дорого. Значит, эти затраты несет кто? Ваша компания, правильно я понимаю? Да, наша компания. А в какую сумму вы это оцениваете в год на машину? 50 тысяч рублей открыта каска и, по-моему, 8 тысяч открыта осаго. То есть, и тому 60 тысяч рублей на одну машину в год. И вы по всем вашим автомателям это все окупаете? Плюс еще мы страхуем оборудование на 10 тысяч рублей. То есть, 70 тысяч рублей в год на машину, плюс обслуживание. Да, да. Мы еще замедлим платья. Мы, кстати, замедлим платья на наших машинах. Плюс обслуживание, да. Хорошо. Значит, такой вопрос по поводу ваших машин. Вы говорите, что у вас в модели 70% машин это ваши и 30% резуемых. Как вы планируете решать вопрос со стоянками вот ваших 70% машин? То есть, они по логике должны находиться в тех местах, где там, сосредоточено большинство потребителей. В этих местах обычно проблемы состояются. Вот такой вопрос. То же самое на самом деле с местами физических людей. Окей, да? Вот я машину там над вершкой оставил, подошел, взял, уехал, вернулся через 2 часа, хрен, там это место найдет. Не совсем так. Я оставил утром в 8 утра или в 7, когда там более-менее свободны. А он уехал 2 часа. Так он не найдет там ничего. В общем, я понял вопросы. Смотрите, по поводу парковок. С Getaround на работу заедет в Лос-Анджелес. Там немножко проще. Ну, я не думаю, что в Лос-Анджелесе проще с поспорками. По поводу парковок. они у нас заложены, понятное дело, в бюджете. Мы рассчитываем платить за них 500 рублей в день за машину. Мы рассчитываем на тот факт, что из-за того, что мы компания, из-за того, что это наш бизнес, из-за того, что у нас немалое количество машин, мы будем заниматься, мы будем добиваться скидок, будем добиваться уменьшения цен на парковку и так далее. По поводу это то, что касается стоянок наших автомобилей. По поводу того, как формируется стоянка, происходит стоянка автомобилей физических видов, Сергей, себе рассказать. Быстро, это просто банально. Это геолокация в любом из ваших девайсов, или просто вам достаточно отправить текстовые сообщения на наш короткий номер с текстом типа ближайшая машина и вам возвращается с нашего сервера ближайшая машина к вам. Потому что мы определяем ваше положение с какой-то погрешностью 500 метров от вышки, от которой вы находитесь, мобильной. GSM антенна стоит. Вы правите. ответы на какой вопрос? Вопрос в том, что в чем? Нет, я приехал в 7 утра в район Тверской. Может, арест на работу, который... и оставил машину. Я его вечером ее забираю. Днем ее взяли в аренду. 2 часа, там, 13. На 2 часа. Вы вернули, там, 2, 3, 4. они на этом месте там ничего не найдут. Если в 7 утра там еще можно найти... Не обязательно на этом месте в районе Тверской реально припарковаться в любое время. Да, иногда это сделать там не совсем просто, не сразу можно место там увидеть, но в районе можно припарковаться. А человек, который ну, оставил эту машину, он, опять же, перед выходом, если он приходит к этому месту, его... во-первых, ему приходится на сообщение, если его машина кто-то пользуется, ему приходится сообщение, когда эта машина будет обратно возвращена. опять же, как только эта машина закончила пользоваться, если ее поставили там не на то же место, а через 2 улицы, ему просто приходит адрес с номером дома, где эта машина стоит. То есть группа горячая вечером через километр должен уйти, чтобы все есть на этой машине? Ну, тем не менее, зато он добрался по спецтарифу. За 200 раз? Нет, нет, ну, вот, по поводу, по поводу километра, да, вот положение машины всегда можно посмотреть на индекс-карту, То есть человек там заходит в свой личный кабинет, неважно как, он может всегда увидеть положение машины своей, которую он заказал. Вот, там, что в километре от той точки, на которую там возвращали, ну, я, конечно, могу представить такую ситуацию, но она крайне маловероятна. Вот, ну, там, разночтение 300-400 метров, когда человек там приходит просто на другую улицу или в другой переулок, садясь в машину свою, мы не считаем, что это будет большой, большой проблемой. Я хочу еще маленький вопрос спросить. Оценивали вы как-нибудь дисбаланс спроса на вашу услугу во в течение суток? То есть очевидно, что есть там два пиковых времени вечером и утром, когда большинство людей просят машины и днем меньше летит, да? Вот в каких-то цифрах, каким-то образом вы оценку вот этого делали, чтобы понять вообще, насколько эффективна эта система сдачи кому-то машины днем вы сождали? Хороший вопрос. Мы оценивали, но не совсем так, как вы сейчас рассказали. Мы просто посчитали, какое количество часов использования в день должно быть у нас, чтобы бизнес был прибыльным. И поначалу он довольно небольшой, потом, конечно же, возрастает. Кроме того, у нас есть разные тарифы различные, и в том числе ночной тариф, который отличается, понятное дело, что он дешевле, чем днем. У нас будет тариф на выходного дня, у нас будет тариф на сутки. Тот показатель, про который говорили конкретно вот сейчас вы, мы не рассчитывали, у нас немножко другой подход. Ну вот сейчас быстренько, дисбаланс он есть, вот выходные это пиковый момент, вот выходные очень сложно будет пользователям найти свободную машину, мы даже в принципе подумали о том, чтобы устроить аукцион, и позиционируя себя как демократическую компанию, говорит, что кому больше нужнее, тот и на ней едет, но потом решили, что не будем аукционы побить. Скажите, у меня есть такое представление, чтобы сервис заработал, должна быть какая-то плотность машин, чтобы я вышел допустим из офиса, хочу куда-то поехать, я начну пользоваться сервисом, если я, ну не больше 50 минут, для того, чтобы дойти до ближайшей машины. Вы прикидывали, сколько у вас должно быть машин в городе, для того, чтобы этот сервис запустился, чтобы он сколько-нибудь стал популярным? Эта информация есть в раздаточных материалах, там есть и количество машин, которые мы планируем. В первый год мы планируем 20 автомобилей. Мы в первый год нашей работы хотим занять 5 районов Москвы. В каждом, соответственно, районе будет по 4 автомобиля. Со временем у нас наш прогноз, у нас прогноз на 6 лет со временем увеличивается и плотность автомобилей в каждом районе и количество районов. Но поначалу тут еще важно количество клиентов, на которые мы рассчитываем в первый год, это всего лишь 300 человек. То получается на каждый район не так много и получается, что именно та плотность, которую мы предполагаем, она будет достаточно. Говорил, со временем увеличивается в каждом из этих показателей количество клиентов и плотность. и количество районов. Можно вопрос? Уважаемые коллеги, хотелось бы сделать перерыв, чтобы накопились организационные вопросы. И вот теперь у нас сейчас пока нет полного знания. Сколько еще проектов будет? 2 проекта. 22.00, закон. Значит, вот еще такой вопрос, наверное, Светлана. Как вы считаете, поскольку проектов много, надо ввести рекламу, сколько минут вы считаете нужным проектом давать? Вот следующий. мы предлагаем начинать со следующего проекта, 20 минут на проект. Нормально? Слово презентации и слой. А теперь придаем слово снова последний вопрос. Вопрос. Да, у меня есть вопрос. Сергей уже уточнил, вы рассчитываете на то, что этот сервис будет намного выгоднее, чем обладание личным автомобилем? Если я возьму, например, цикл использования автомобиля, у меня есть страница 4, а при покупке стоил он 650 тысяч рублей, а если я возьму, например, гарантийное обслуживание, это 3 года, то я его смогу потом продать, ну пусть будет, за 350 тысяч предположим, еще я возьму и заложу туда 1070 это обслуживание. Что, что? Страховочку МОЛа, давай 100 возьмем, хорошо. Предположим, если взять меня как специалистический рабочий человек, когда я прошу 5 дней в неделю езжу на работу туда-обратно, и если я веду активную образ жизни, я выходные езжу за город, отдыхать, ну достаточно много времени продолжить это движение. Вы пробовали подсчитать, насколько в цифрах выгоднее пользоваться вашим сервисом, если он принцессует на то, чтобы полностью заместить обладание личным автомобилем? То есть, насколько это в деньгах выгоднее есть у нас есть цифра, при которой обладание автомобилем стоимостью 700 тысяч, оно становится, если пользоваться нашим сервисом, то невыгодно. это зависит прежде всего от многих факторов нашей модели, но это просто расчет, по нашей модели сейчас это примерно до 15 часов в месяц можно пользоваться нашим сервисом, и это будет дешевле, чем владение собственным автомобилем. 15 часов в месяц? Да. А сколько примерно, вы не пробовали считать, сколько часов в месяц как раз человек тратит? Это зависит от человека. то есть, мы все-таки, этот сервис, он не рассчитан на то, чтобы им как бы прям брали машину и пользовались как своей. То есть, своей в плане того, что когда вы покупаете машину, то из-за того, что вам кажется, что цена обладания нулевая, вы пытаетесь максимально использовать. Вот это неправильно, из-за этого продуки и выбраться и так далее. Когда мы кладем на эту цену, на это использование, человек начинает задумываться о том, сколько действительно ему нужно пользоваться автомобилем. И вот это немного другое мышление. у меня самый последний вопрос. Ну, тот факт, что когда подписывается введение на этот гитарал, он до нее существует в Америке и в Европе и, собственно, бизнес-модель там работает. В общем, есть большие надежды, что она работает здесь. Вопрос такой, вы думали, какие риски может внести себя тот факт, что вы собираетесь это сделать в России? Что такого в России может быть, что может угробить работающую бизнес-модель? Где начать? Мы думали над отдельным слайдом и просто решили его отдельно отговаривать. Рисков достаточно много. Ну, вот такой двухсторонний риск это пробки, другой это угон, то есть криминогенная ситуация высокая с таким сервисом. Ну, и у нас основной риск все-таки небрежное владение. То есть, если человек в России относится к машине, которая берет в аренду, типа, а, чужая машина, я ее взял сейчас и поеду, то если нам ее царапают, бьют, у нас простое, увеличивается, и нам это крайне невыгодно. Поэтому мы хотим кримировать сообщество людей, которые будут относиться к этому автомобилю как к своему. Вот мы именно поэтому хотим создавать в официальных сетях людей, которые будут заботиться об автомобилях, не будут оставлять животных без клеток, не будут курить, будут убираться в нем и так далее. То есть, риск связанный с менталитетом здесь, но есть точно так же очень большое количество людей, которые уже думают на европейском, а то и гораздо более разном уровне. извините. Понятно, давайте поблагодарим ребят за маком за счастливение. Поздравляем Сергея, у которого сегодня день рождения. Здравствуйте, я постараюсь кратким, потому что времени много. Меня зовут Олег Демидов, я выпускник CrashCamp, и соответственно хочу вам рассказать про проект Ingen. Ingen это интернет-портал для взаимодействия науки и бизнеса с целью развития инноваций. Собственно, тема инновации достаточно актуальна, потому что инновация определяет экономический рост страны в итоге, и для России сейчас проблема одна из ключевых, каким путем пойдет Россия, либо она будет развиваться инновационно, либо станет среди предаток. И, соответственно, что говорят про Россию, серьезные люди, да? Вот Стив Гагер, исполнительный директор Сколкова, говорит, что Сколков встает экосистему для развития инноваций и очень актуальное развитие виртуального пространства для развития инноваций. Зарубежные ученые, бизнес-лидеры говорят, что кооперация в науке, в бизнесе сейчас важна, двигает собственно и тому и поперед. Есть поддержка на политическом уровне и, соответственно, сам бизнес в России уже понимает, что инновации ему тоже нужны. Но проблема достаточно широкая, поэтому попытаемся какие-то рамки, как мы понимаем, вести. Значит, в нашем понимании основная проблема такова. Есть инноваторы, у которых есть идеи, есть инновационные проекты и есть инвесторы, у которых есть деньги. У них, соответственно, есть проблема описанная, здесь. Ну, я приведу, наверное, высказывание одного инвестора, это Александр Галицкий, партнер Руна Кэпитал. Он на экономическом форуме сказал, что в России не хватает высокотехнологичных стартапов. Здесь много IT-стартапов, но к облогу технологии достаточно мало. С другой стороны, Михаил Ананян, это гендиректор концерна данной индустрии. Говорит, что на самом деле технологий много, но основная проблема это вот долина смерти, которая здесь осталась генерация идеи до серийного производства. Эта долина смерти могут преодолеть достаточно мало проектов. И, как мы считаем, одна основная проблема это то, что нет коммуникационного пространства для инноваторов и инвесторов. Естественно, в данный момент есть решение, которое решает эту задачу тем или иным образом. Мы выделили пять основных функционалов, которые нужны. Это общение, это объем публикации и обсуждения, это мероприятие по каким-то научным бизнесмероприятиям, это инновационные проекты, и это информационная поддержка и аналитика. Сейчас в России есть достаточно много порталов инновационных, в основном они государственные, но, как мы видим, картина достаточно фрагментированная и нет универсального решения для всей инновационной кухни. Естественно, еще это не все порталы, которые есть в России, есть много частных порталов, таких как Startup Index, Startup Point, на партнер, но в них уже есть некая площадка, где есть готовые проекты, в основном это IT-проекты, и там, по сути, нету развития от идеи до производства. Есть также, например, проект, Зморыкинский проект, он работает с молодежью, но там тоже нету платформы, которая могла бы помочь инновации в онлайне развивать. Ну и что мы предлагаем? Мы предлагаем сломать эту стену между инноваторами и инвесторами за счет нашего портала. И собственно, что на нем будет? Ну, на нем будет тегах распять функциональность, про которую я говорил. Кроме этого, он будет поддерживать функциональность проектов от генерации идеи серийного производства и он будет сконцентрирован на четырех основных областях, которые сейчас наиболее перспективны. Это нанотехнологии, биотехнологии, IT и энергетика. И собственно, мы хотим дать инноваторам и инвесторам вот такую платформу взаимодействия, чтобы они могли в онлайн режиме развивать инновации. Вот в чем наше преимущество? Первое это проведение совместных исследований. Ну понятно, что время индивидуальных инноваторов прошло, сейчас может быть такие люди, как Перелиман, который может один решить какую-то мега-задачу, но везде в исследовании сейчас комменирует парадигма Open Innovations совместных исследований. Портал соответственно будет позволять это делать. Ну взаимодействие инвесторов других проектов. Соответственно проектам нужны деньги, инвесторам нужны хорошие проекты, но как бы no comments. И поиск новых партнеров. Вот как раз вчера я там был в Сколково, общался с Екатериной Диченко, это лидер энергетического кластера Сколково. И она говорит, что Сколково сейчас самая главная проблема не недостаток проектов и недостаток денег, а недостаток инновационных менеджеров. Есть проекты, у них 30 резидентов, у которых уже есть готовые какие-то идеи, их нужно вводить на рынок. Но действительно не хватает людей-менеджеров, которые могут стратегию написать, прочитать бизнес-план и заниматься вводителем стартапа на рынок. Ну и основные фишки портала это индивидуальная лента новостей. То есть каждому человеку согласному профилю показываются те новости, которые ему наиболее релевантны. Это функционал социальной сети, то есть это добавление коллег, это обмен сообщениями и ну соответственно мероприятия, мероприятия, публикации и так далее. И наконец мощный инструмент для развития инновационных проектов здесь будет одна из фишек, это проекты смогут показывать свои запросы, то есть что им сейчас не хватает, там команды, денег, денег правда всегда не хватает, или там каких-то там мощностей производственных и соответственно это будет в едином информационном пространстве проходить и соответственно участники смогут другу помогать в развитии проектов. Ну значит как мы собираемся развиваться? Сейчас мы на стадии определения базового функционала, в принципе мы уже определили, разрабатываем сам сайт, планируем в августе его уже запустить. Значит следующее прилечение клиентов, это наверное одна из самых сложных таких критических моментов и здесь соответственно мы будем задействовать как онлайн продвижение так оффлайн и будем на этом же этапе определять сервис, который будет приносить еще value и денежные сервисы. Про них я расскажу на следующем слайде. И наконец третья-четвертая стадия это мечта любого стартапа это экспансия устойчивого развития. Окей, ну вот, теперь значит вопрос, кто платит за весь этот анкет. Значит у нас будут следующие варианты монетизации, это платные услуги, это платные сервисы и соответственно реклама. В чем глобально у нас идея в том, что мы хотим дать очень хороший функционал инноваторам, чтобы они могли им пользоваться и чтобы их было достаточно много. При этом с них мы практически не будем ничего брать, а деньги зарабатываются с инвесторов, с заказчиков каких-то проектов и с процента тех услуг, которые оказываются инновационным проектом, типа упаковка проекта, при увеличении инвестиций. Ну и в итоге результивающие финансы выглядят следующим образом. бюджет проекта до конца 2013 года порядка 50 миллионов, из них нам необходимы инвестиции 18 миллионов, причем их можно инвестировать не сразу, а постепенно в течение полтора года. Расходы все распределены между разработкой, онлайн и флайм передвижением, необходимой аналитикой и административными расходами, плюс расходы на инфраструктуру. инфраструктуру и соответственно что мы можем предложить инвесторам. Вот инвестиционные показатели проекта 510 миллионов при ставке сконтирования 30%. Инвестору мы хотим предложить инвестирование в три этапа, через каждые полгода это 3, 6, 9 миллионов. Соответственно доля будет инвестор 45% и при доходности инвестора 50% его NPD примерно 90 миллионов. Окупаемость безубыточность начнется в первом квартале 2013 года, окупаемость через три года. Ну и наконец-то выход инвестора. Планирующий инвестор сможет выйти через 3-4 года. Стоимость компании будет чуть больше 1 миллиарда. Соответственно доля инвестора будет. Ну и выходить можно через стратегический инвестор. Для фондов инвестиций тоже это будет достаточно же размер достаточно интересный. Возможно государственный инвестор заинтересуется в такой системе, потому что она направлена по многому на такие государственные интересы. Ну как вариант проекта команды. Все, это наверное все, что я хотел сказать. Инвестируйте в Дорькин сидит. Он больше исполнительный директор. Соответственно у нас есть директор по маркетингу, главный программист, технический директор и дизайнер. Все выпускники МГУ, два выпускника Мехмата, четыре ВМК и еще два выпускника Рыжкин. Такая команда. Второй вопрос. Есть ли аналог заграничный или это что-то новое в этом мире? Ну заграницей есть аналоги частично, это функционал, например, есть Innocentive, там соответственно есть функционал запросов проекта, то есть например компания говорит мы там в описании такая технология, если вы на ее и они собираются заявки те, кто могут эту технологию предоставить и соответственно происходит вот такая сделка. есть еще отдельные системы есть, но в общем такой системы нет. Что меня смущает, ваше сервис, он глобальный ориентирован как бы до всего сообщества, а вот я вижу что есть сервисы, которые вы назвали, есть просто-таки порталы научные, инвестиционные, они такие более узконаправленные, менее но зато более траликетированные и многие из них имеют совершенно четкую аудиторию, которая там сидит, будет сидеть и никуда не слезет. А как вы быстро наберете аудиторию? Ведь же из-за того, что у вас слишком широкий фокус, вы ловите всех, но при этом понятно, что первый, второй год вы же будете отлаживать свою сервис, совершенство будете только дострелять. Как вы быстро затянете большое количество аудитории? А то так если стрелять по всем воробьям, так можете промахнуться. Ну, мы хотим стрелять по воробьям четырех научных направлений, да, это нано, био, айти и энергетика. Ну, мне кажется, что сейчас уже вот эти элементы достаточно отработаны на других сайтах, поэтому понять, как работает функциональность и это вместе собрать, это уже менее сложная задача, чем была для этих сервисов, когда они начинаются. Ну, с фокусом, да, это, возможно, может быть проблема. Ну, тут дилемма возникает, например, бросить ваши ресурсы на окучивание четырех вот этих сегментов или, например, все ваши ресурсы маркетинговые коммуникации бросить, например на окучивание нанотех, чтобы, как говорится, нанотех уже взять их крепко, например. Как вы думаете? Ну, так, я общаюсь в общем-то со стейкхолдерами с разных научных направлений. Наверное, сейчас, ну, нужно будет несколько приоритизировать, понять, где наибольший интерес, где наибольшие варьи мы можем принести и, возможно, да, сконцентрироваться на каком-то одном. Ну, вот пока мы, наверное, не судили эту воронку. Может быть, я слилется сделать. Олег, скажи, вот вам сумасшедшие профессоры из разных уголков страны присылают вот мой проект. Что вы дальше с ним делаете? Вы его анализируете или вы сразу выбешиваете как есть? Потому что, если вы его анализируете, получается, вы тратите уже какие-то усилия, еще не знаю, нужен ли он вообще кому-то. Ну, смотри, по умолчанию там будет возможность любому сумасшедшему профессору зарегистрироваться, создать свою личную страницу. Ну, вот с такими там профессорами это есть некая сложность, потому что непонятно, сколько они готовы вообще в каких-то сетях участвовать. Ну, как бы вот эта базовая возможность, плюс есть такая возможность, как упаковка проектов, то есть инвесторам им выгодно, чтобы они видели проекты уже достаточно осознанные и понятные им. И такой сервис мы будем делать, естественно, это трудозатрата людей. То есть это по заказу от инвесторов делается? То есть я не очень все-таки понимаю, потому что для меня очевидно, что ценность именно такая, что инвестор не может разобраться сам, ну и плюс второе, что эта информация нигде не висит, но все равно даже если она висит, скорее всего он захочет, чтобы разобрались профессионалы, потому что у него нет компетенции допустим понять, насколько это бредовая или генеральная идея. И вот тут я не понимаю, от кого идет заказ, от тех, кто разрабатывает или от инвесторов и кто в итоге платит. В принципе, могут платить все и другие. То есть если команда хочет найти инвестора, и они понимают, что если они сейчас делают экспертизу научную, то это сильно повысит новую сторону сифра, и тогда они могут за это платить. Либо могут платить за это инвестора, но если они находят какой-то сырой проект, они тоже плакать научную экспертизу и проект для них анализируется. у вас сырые проекты будут висеть? Да, да, да. А можно вопрос о доходах? У вас на слайде было нарисовано по-моему там три группы источников доходов. Вот какой из них у вас по вашей модели основной и соответственно я бы просила про него подробнее рассказать. Вот на что вы ориентируетесь? На какой из этих источников основной источник доходов? Хорошо, вот соответственно из этих трех групп я думаю, что наиболее для нас удобны платные сервисы, потому что например функциональность продвинутого поиска не требует таких трудов затрат людей. Если люди будут оплатиться премиум сержей. Люди это кто? Ну соответственно будут инноваторы и инвесторы. Например, инвесторы захотят искать проекты по неким параметрам. Это будет функциональность продвинутого поиска. Соответственно за это будут люди платить и нам для этого ничего не нужно делать. Какая стоимость среднего доступа к этому поиску и сколько вам нужно этих поисков продавать, чтобы на этом зарабатывать? вопрос очень хороший. Я думаю посмотрим сколько в лентине это стоит и от них будем прислать. Сейчас цифры я не могу сказать. А вот про упаковку можно еще раз? Я не понимаю кто будет платить и за что именно? Ну смотрите может быть такой вариант что инвестору нужно расширять пайплайн проектов своих он говорит что мне нужно мы представляем сервис по которому ему каждый месяц будет приходить 5 новых проектов и он естественно говорит что ему нужно достаточно качественные проекты мы ищем проекты которые уже близки к упаковочным и соответственно их упаковываем причем это может быть даже без научной экспертизы просто нужно дописать бизнес-план или сказать этой команде что ребята допишите бизнес-план по такому-то шаблону и они это сделают тут на самом деле все зависит от ситуации это будет как сервис для инвесторов так это будет он демант по заказу либо команда либо инвестора соединения словами это инвестор платит вам некую сумму за подбор ему проект так получается это основной источник дохода всего проекта правильно я понимаю это один основной основной это поздним цикл ну понимаете тут как бы так результаты вы там считали цифры здесь финансовая модель значит в модели должно быть заложено должно быть вид по логике какие источники являются основными ну окей я просто не развивал по этим по функциям по функциям низкого уровня да я только для рекламы для платных сервисов платных слуг ну в общем-то по некоторым там ощущениям оценил сколько сколько нибудь приносить спасибо вроде все устали ну как раз как раз это стекло 20 минут регламенту так что давайте поблагодарим нашего осведенного закладчика и попросим следующий спасибо Продолжение следует... Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим, это Александр. Мы представляем нашему вниманию проект «Кофеон». Это закрытое сообщество молодых профессионалов Москвы, которые любят ходить в рестораны. Как советует один парень, давайте начнем с проблемой. В общем, у наших клиентов потенциальных есть проблемы. Хорошие рестораны часто сталкиваются с проблемой привлечения посетителей. В частности, летом у них просто падают сезонные продажи. Из-за того, что большинство людей летом уезжает на моря, либо захочет сидеть вечером на веранде, жарится, потеть. И поэтому люди с меньшей охотой идут вечером в рестораны. Кроме того, в рестораны следует часто такую проблему, как неравномерная загрузка по дням недели и по времени суток. То есть днем, обычно в будние дни, мало приходят в рестораны. И основной такой клиенту приходится где-то на пятницу вечер, на субботу. Кроме того, у нас низкая светом доносит рестораны среди аудитории потенциальных. То есть я, например, знаю всего 3-4 рестораны. Я в них хожу иногда. Многие знают один-два ресторанов, которые ходят. Кроме того, эти рестораны часто привлекают невояльную аудиторию. То есть люди к ним пришли раз, поели, и в следующий раз уже не пришли. Из чего этого следует, что, в принципе, для ресторана нужен хороший маркетинговый инструмент, который очень четко таргетирует свою аудиторию. Да, и все это, естественно, происходит в режиме ограниченных маркетинговых бюджетов, поэтому ресторану надо выбирать, чем пользоваться. Вот. Теперь, что касается наших клиентов с другой стороны. Это сотрудники крупных международных компаний. Ну, человек хочет пойти вечером в ресторан или днем. С какой проблемой он, в принципе, сталкивается? Если я работаю в международной компании, там, у меня с утра до вечера плотный график, у меня слишком рутинный, перегруженный день, мне всегда хочется попробовать чего-то нового. Мне не хочется ходить постоянно в одни и те же столовые, которые есть возле офиса моей компании. Либо, как в случае с компанией Nelson, у них вообще нет нормального места, куда можно пойти, либо люди не знают, где это место находится. То есть, мои знакомые питаются крошки-картошки, работают в Nelson. Кроме того, при плотном графике у вас нет времени заняться эффективным поиском. Ну, как обычно, человек ищет ресторану, если он не хочет пойти в какое-то новое место, заходит на сайт типа афиши, читает там отзывы, ну, смотрит какие там у ресторана кухни, естественно, там какой-то средний чек, видит там неоднозначные отзывы, думает, кто еще куда пойти, заходит на меню.ру, видит там то же самое, у него в голове начинается каждая такая, в стоке у него там 10 опций, он не может выбрать, какую ему выбрать. Вот. И в конечном итоге мы приходим к поводу, что нужен такой эффективный инструмент, который позволяет достаточно быстро и качественно выходить человеку в место, куда можно пойти. Соответственно, наша компания дает решение для проблемы. Так, решение для проблемы. Как я уже сказал, мы закрытое сообщество белых воротничков, которые любят ходить в хорошие рестораны. Примерно так выглядит сайт нашего сообщества, если вы разлагините по корпоративному имейлу, то есть вы получите возможность выбрать какой-то из ресторанов, который вам понравился, и сходить в него. Вот. То есть, что мы делаем для ресторанов? Для ресторанов мы гарантированно привлекаем аудиторию белых воротничков. Как я уже неоднократно сказал, сообщество закрытое. Изначально набираем мы в людей через рассылку по компаниям, через инчар. Затем по корпоративному имейлу сотрудники могут зайти, зарегистрироваться, попасть в сообщество, могут разоспать приглашение своим знакомым друзьям, которые, как правило, опять же являются белыми воротничками. И таким образом мы имеем комбьюнити людей, которые неплохо зарабатывают, и которые в то же время любят ходить в какие-то новые места в ресторанах. То есть мы являемся эффективным маркетинговым инструментом продвижения для ресторанов. И еще, то есть что хорошо в нашем сайте, для ресторанов мы предлагаем гибкие условия, то есть можем ограничить предложение, как Саша сказал, у нас очень часто бывает сезонность в неделе потребления, то есть с понедельника по четверг мало кто ходит, в ресторанах в пятницу, в субботу очень много ходит, в определенные дни во время дня, в определенные часы во время дня тоже популярность очень сильно отличается. Поэтому мы можем давать те предложения, которые рестораны готовы и хотят заполнять. Помимо этого, у нас долгосрочный формат проведения акций, что предотвратит, как мы ожидаем, наплывы посетителей. И мы ожидаем, что наш сервис поможет ресторанам вот сейчас, в летний сезон, поднять свои посещаемости. Для посетителей что мы даем? Посетителям мы даем ресторан, который находится недалеко от их места работы. Посетителям мы даем при первом посещении право попробовать ресторан с значительной скидкой, за тем, чтобы попробовать, понравилось, не понравилось, понравилось, вернуться и пользоваться им уже на достойной основе. И посетителям мы даем разнообразие акций. То, чего не хватает офисным работникам. Что касается конкурентов, среди всевозможных маркетинговых инструментов, естественно, для ресторана определяются следующие первые стопаны в интернете, которые, естественно, повышают узнаваемость вашего ресторана. На соответствующих сайтах можно развещать афиши, на той же ресторан, на менюру. Но среди недостатков, естественно, то, что вы не можете приобрести поход по второму. То есть вам надо зайти на сайт, возможно, забронировать столик, возможно, телефон не отвечает. Другой момент, то, что многие сайты прасят рекламу не за количество клипов, а за количество просмотров просто. То есть количество загружаемых страниц этой рекламы. Это тоже минус, как-то мы не можем контролировать количество переходов непосредственно на сайт-весторан. Скорость о печатных изданиях практически то же самое. То есть в хороших, видных печатных изданиях можно рекламировать хорошие рестораны. Узнаваемость там тоже сильно повышает узнаваемость. Но, естественно, реклама печатных изданий в платформе, если там бейбой, она достаточно дорогая. И вы не можете попробовать сразу, вам надо, ну, позвонить, показать столик и так далее. Да, и вы платите просто за количество показывать этой рекламы. Ну, наши непосредственные конкуренты, то есть это наш RedOcean, скажем так, это традиционные купонные сервисы. Что мы считаем, должно нас положительно выделять на фоне всех остальных купонных сервисов? Во-первых, большинство купонных сервисов пока трепетируют аудиторию для ресторанов. Потому что, точность покупонных сервисов вообще для всех, у них облада аудитории обычно это весь рынок. Любая аудитория среднестатистический, житель Москвы. В итоге средний уровень, среднекультурный уровень достаточно низкий для хороших ресторанов. Это приводит к тому, что человек, приходя в ресторан, может не платить их в чаевые, но если кто-то хорячий какой-то. Во-вторых, к нему, то есть, если их приходит очень много, это сказывается на общем сервисе, в ресторане. Атмосфера там ухудшается, эти официанты не знают, к кому подойти, раздражаются. Ну и в итоге, когда эти все хорячки попробовали вкусную еду в этом ресторане, они выходят в интернете, начинают говорить о том, как все было, мягко говоря, плохо. Пишут отзывы на том же сайте, купоны по модератору стирают по-быстрому, либо же они пишут отзывы на сайте типа афиши, на которые потом читают белые воручки и думают, идти в этот ресторан, где не идти. Второй негативный фактор связанный с тем, что в основном купоны аудитории, я уже сказал, это халяльщики, то есть это люди, которые заходят на сайте покупоната, они видят там в день 200 предложений и думают, куда бы сегодня сходить на халяву. И их не интересует особо заведение, в которое они придут, они думают только о том, сколько денег сэкономят на это. Кроме того, большинство купоновых сайтов, там рупон, библион, у них действует система one day, one deal. Это приводит к тому, что когда люди заходят, видят новую акцию, они как можно быстрее покупают и потом пытаются ее редимить в первый же день. То есть в первый день проведения акции просто в ресторан приходит очень большое количество посетителей. Что же теряют потребители, приобретая традиционные купонные сервисы? Ну, во-первых, они приобретают действительно широкий выбор акций, если возможно. Я уже сказал, на купонаторе можно зайти там и посмотреть любая акция на любой вкус. Но, как я уже сказал, у нас акции типа one day, one deal создают наплывы. Люди приходят, видят эту негативную атмосферу. Кроме того, если эти официанты или там обслуживающий персонал, он видит, что человек пришел по купону, у него сразу отношение априорно ухудшается, потому что он думает, что это очередной халявщик. И из-за этого телес обслуживание падает. Кроме того, из всего этого следует, что на самом деле, среди тех акций, которые есть на сайтах скидок, очень мало хороших. То есть хорошие рестораны с меньшей вероятностью будут размещаться на подобных сервисах, а потому что они не хотят портить себе репутацию. И о финансовых прогнозах расскажет вам в один. Что касается финансовой модели, число всех купонов, которые приобретаются на сайте, можно разделить на число купонов, приобретаемые новыми, и число купонов, приобретаемых старыми потребителями. Здесь продажи новым клиентам мы рассчитываем по следующей системе. Предполагаем 200 тысяч новых посетителей, посетителей сайта в месяц. Из них 60% мы считаем зарегистрируются, 7% приобретут купон. Получится 8400 купонов, приходящихся на новых клиентов. Помимо этого, у нас есть база пользователей текущих, по которым мы можем рассылать наши предложения раз в неделю, в пятницу. Мы здесь приводим цифры на третий год работы сервиса. Считаем, что у нас порядка 500 тысяч подписчиков, среди которых 10% каждый месяц регулярно покупают в бон. В итоге мы получаем суммарно 60 тысяч продаж купонов в месяц. При стоимости купонов 100 рублей получаем доход примерно 2 миллиона долларов в год. Здесь изображена также динамика дохода по нашей модели, которую мы посчитали. Коротко о команде. У нас вся команда это практически выпускники РЭШ. Финансовый директор Радиона Ломилородов. Он работает в закрытии универсфонде. Соответственно, Константин Захаров, аналитик, консультант компании Bain. И у нас есть опыт продажи. Специально Лена Мурасова занималась продажами. Ну, собственно, наш вдохновитель проекта Вадим Саяфаров. Он еще работает в прокторе Гэмбле в отделе внутреннего консалтинга. Ну и я, Александр, который занимает должность руководителя отдела продаж. Спасибо за внимание. Вопросы, пожалуйста. Сразу возник первый вопрос. У вас реальный проект или пока еще нет? Реальный в том смысле, что у нас есть сайт разрабатывать. Есть сейчас прототип сайта. И первой продажи еще не было. Мы сейчас в стадии продажи. То есть мы не показываем систему. Мы ходим по нашим клиентам ресторанам и пытаемся продать им и наших клиентов. Есть предложение. Может быть, как бы это всех выпускников студентов Рэш, как говорится, включить в клуб? Чтобы Рэш с какими-то адресайдами, логотипами и логинами были тоже не стерили. Ну, для того, мы, собственно, собирались начать с базы выпускников Рэш. Но кроме того, начать можно с компанией типа Procter & Gamble, H&P, которая находится в принципе в одном месте, и Яндекс. И не стоит забывать, что Google начинает работать со Стэнфорда. Мне кажется, это будет классно, если с Рэш начнется. Да, закрытое сообщество Рэш. Ты фейсбук с грамм рода начинался? У меня сразу такой вопрос. Мне вот не очень понятно. Это, собственно, тоже как бы все про купоны. Но при этом речь идет о белых лотничках, которым, мне кажется, не столько важны скидки, сколько действительно есть проблема в том, что там в Афиш или в Менюру некачественные, так сказать, отзывы. И мы не можем быть уверены, что это отзывы, скажем так, не сделаны конкурентами или какими-нибудь другими нехорошими людьми. И поэтому сообщество закрытое. То именно, если я готов поплатить за качество, скажем так, информации, но зачем я буду покупать купоны? Смотрите, если вы посмотрите на прототип сайта, мы нигде не коммуницируем информацию о скидках. Мы действительно не хотим делать акцент на скидке. То есть мы хотим делать акцент на том, что это качественные рестораны, качественные сервисы. То есть скидка является как побочный эффект. Человек заходит, читает информацию о ресторане, и тут же он видит, что он может получить скидку, то есть, по крайней мере, на первое посещение. Мы считаем, что это может положительно сработать по привлечению человека. То есть это как вау-эффект. Ты не ожидаешь, но получаешь. Так, а иначе, купоны – это единственный способ индивидуации, да? Пока, да. Ну, я хотел бы просто привести пример сайта, то есть Spotting, если кто-то о нем знает. Если заходите на главную страницу, вы увидите там какие-то очень красивые с едой первые мусы, которые приходят. Ну, тут, наверное, продают или делают достатку качественные, очень вкусные еды, потому что там очень вкусные фоточки. И прямо на них очень сильно хочется ответить. Но когда вы кликните на эти фоточки, вы переходите на блок, собственно, людей, которые – это флюда, которые. То есть там блок с описанием этого блюда. Это к тому, как срабатывает этот вау-эффект. Человек не знает, что там, предполагает, заходит и получает, возможно, не то, что он искал, но после этого он надолго задерживается там. Скидка – это, возможно, способ. Ну, так, вы можете получить это за 100 рублей, а вы можете получить это за 50 рублей, зачем он переплачивает. Тем более, если вы хотите попробовать. Понятно. У меня единственное замечание. Когда я устраивала на работу новое место, эта проблема решилась очень легко и очень быстро, просто путем коммуникации с коллегами. Все знали, что вокруг есть, мне назвали там десяток. для наркозных вкус на родной кошелек. Согласен. Вы, естественно, вы получаете в некоторой зоне доступа вокруг какие-то рестораны, но, возможно, вам захочется попробовать чего-то нового в какой-то момент, и что вы будете делать тогда, если у вас с вами тусовка закрыта. Ну, вот как раз для нового я имею в виду. Мой друг смотрит эти купоны. В общем, вот, кстати, мое замечание, что все эти минусы, которые вы сказали, я там последние полгода была, в общем, я там не замечала, именно от того, что приобретели по купонам, никаких минусов я не замечала. Я замечала просто плохой ресторан, такое было. То есть на таких сайтах часто размещаются рестораны, которые хотят привезти на новые клиенты, у них не очень хороший сервис? Ну, не часто. То есть как-то это сразу понятно. Но часто новые, часто новые, про которых никто не знает, и так экзотически, как раз часто хорошие, которые надеются, что у них останется. Вот еще один вопрос. Хотелось бы много раз сказали про белого ротничковость, а это как-то с доходом связано. То есть почему именно такой основные клиенты выбраны, то есть сегменты? Ну, во-первых, профиль белого ротничка, скорее всего, как призывается естественным доходом, то есть средний доход, наверное, полкода бара за больше, чем средний по Москве. Кроме того, мы надеемся, что они будут более лояльны, то есть они какие-то раздолбай, которые приходят с шумными тусовками, нажираются там, и в итоге все теряют. А в обыскнике Рэш, то есть это вот белые ротнички, да? Сортенциально, да. Я вот ко второму категорию отношусь. Ну, вот меня просто наводит на мысль, в Лондонском Сити есть закрытые клубы, которые вот исключительно в инновационных банкиров собирают их на вечеринки, но там вот вечеринки, они исключительно одного направления, то есть там стриптизы и последующие. Вот там вот я вижу как бы смысл и закрытости, и белого ротничковости, и элитарности, просто не очень понятно, почему именно рестораны, там никакой другой просто. Ну вот если такая действительно есть аудитория хорошая, вы с ней можете работать, может мне ресторан все-таки им предлагать, что-нибудь более интересное? Скоррактически мы, наверное, предлагать им не будем. Почему белые ротнички и рестораны? То есть, во-первых, в белой ротничке очень много ходят рестораны. То есть практически каждый день, наверное, ну, по крайней мере, мои коллеги, кто-то из них ходит в рестораны. Во-вторых, мы ожидаем, что если на сайте будут только белые ротнички, то там мы сможем размещать только качественные рестораны, которые в свою очередь тоже будут привлекать только качественные ротнички. Спасибо. У меня вопрос по поводу того, как вы собираетесь отличать белого ротничка от не белого ротничка. Вы упомянули только email. На самом деле, email, он одновременно слишком жесткий, слишком мягкий, потому что, например, венчанные инвесторы, они не кладут в ваш сей, потому что у них не крупная международная компания. А слишком мягкий, потому что, кроме самих бродничков компаний, еще много других людей, есть тоже скопотин email, но по которым синим ротничками. Смотрите, у вас есть опция привлечь своих трех друзей. Как показала практика Facebook, если вы вращаетесь в определенном обществе, у вас связи определенного типа, то и в целом аудитория всякой community, она будет того же типа. То есть, если вы можете привлечь своих друзей, которые, возможно, не работают в вашей компании, у них там нет корпоративных email, но у вас есть опция сделать 3-4 рассылки вашим друзьям. И при этом уровень аудитории не упадет. Качество сервиса останется темным целым. Что касается синих ротничков, если они находятся в хорошей компании, как правило, даже у синих ротничков зарплата в хорошей компании достаточно высокая. Но мы не видим, что здесь будут какие-то проблемы. Последний вопрос. А как вы будете отсеивать плохой контент, что называется? Плохих людей, которые вам не нравятся, которых вы говорите, вы будете как-то отсеивать? Будет обратная связь? Если честно, мы об этом не думали. Мы предполагали, что вращаясь в одном сообществе, человек привлекает людей примерно из своего круга. мы предполагали, что будет какой-то процент людей лишних, но, опять же, судя по фейсбуку, он не должен быть слишком критичным. То есть, пока фейсбук не открылся, это была достаточно премиальная аудитория, несмотря на то, что, в принципе, можно было кому угодно рассылать. фейсбук, обзор, это как для ресторанов, обратный фидбэк и как бы банится человек Панхаммером на несколько месяцев. Чтобы он в будущем вывел себя более прилично, это как бы добавит элитарность сообщества. Если все, ребят, вам приз отбуком. И у нас остался последний из докладчик. Давайте попробуем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Уважаемые коллеги, я не отниму много вашего времени. У меня очень простая идея. На самом деле ее можно рассказать буквально за одну минуту, но я хочу сначала вести немножко вас в курсе дела, что занимает меня уже протяжение полугода. Уже люди начали реализовывать мои идеи, но пока еще я не встречал ничего... то, что я предлагаю. Проблема состоится в том, что на сегодняшний день не существует адекватного предложения рекламы в интернете. Вы, может быть, слышали про такие показатели, как CTR, это click-through rate. Он характеризует количество кликов на баннер или на ссылку, размещенную в интернете, которая показывается какому-то количеству людей. Реальные цифры в последние годы колеблются в пределах процентов. То есть из ста человек, может быть, один кликнет или два. А у меня плохо слышно? Как за микрофон? Я в микрофон. Раз, два. Так вот, показатель CTR, он колеблется в пределах процентов для современных видов рекламы. То есть, что делают сайты, которые продают рекламу? Они объявляют, у нас посещаемость 100 миллионов человек, значит, вашу рекламу увидят 1%, в лучшем случае 5%, самые высокие показатели, все, что я нашел, у Яндекса, где-то, на хороших местах. При этом нигде не уточняется, какое количество денег приносит один человек после того, как он кликнет на ссылку. Смысла в такой рекламе немного. Хотя рынок на сегодняшний день достигает около 10 миллиардов рублей в России только, а в мире порядка сотен миллиардов долларов. Альтернативные виды рекламы, которые сейчас используются, ну, вы все слышали, что это спам, дорвеи, если кто-то не знает, это сайты, на которых сотни или тысячи ссылок, которые используются для раскрутки других сайтов, на которых уже размещается реклама. Поисковые системы их часто не могут отличить, и за счет этого можно абсолютно спамные ресурсы раскрыть. Ну, я не буду углубляться, времени немного. Это исследование, которое опубликовал Яндекс, о объеме рынка рекламы на сегодняшний день. Но все видят, что реклама в интернете набирает популярность, хотя отдачи от нее практически нет. То есть, в лучшем случае, она окупается или приносит какую-то небольшую прибыль. Таким образом, на 100 миллионов кликов мы имеем 1%, и все остальные клики, которые люди делают, они не приносят ни нам денег, ни тому, чей сайт. У меня есть некие идеи, несколько решений, об одном из них я сейчас расскажу. Оно настолько очевидно, что я удивляюсь, почему его нигде не появилось. Да, вот это образцы рекламы. Кто-нибудь кликал когда-нибудь по ссылкам из тех, что вы здесь видите? Здесь реклама в ЖЖ, в Last.fm, ну, в других социальных сетях. Поднимите руки, просто интересно, кто любит кликать по этим ссылкам? Ну, кликал один раз, я тоже иногда, у меня соскакивает мышка, я кликаю, но я потом дальше ничего с ним не делаю. То есть, вы любите? А, нет, я спрашиваю, кто любит и кто таким образом находит ценную информацию, покупает потом. Ну, хорошо, вот пару людей есть, если человек оправдывается примерно статистикам. Но опыт показывает, что эти люди в большинстве о своем не покупают. Они узнают, как-то можно... Они могут привыкнуть к товару, но они... Ну, здесь вот вы видите рекламу Microsoft, где-то, на каком-то сайте, я уже не помню. Там, где она совершенно никого не интересует, там музыка, там еще что-то. Мало проятно, что люди начинают устанавливать технику. Вот, и не нужно забывать, что спам, он влечет глобальное потепление, потому что расходуются ресурсы, энергия, и это очень плохо. Просто вот мы тратим деньги на спам, мы его смотрим сами, температура повышается, а денег это никому не приносит. При этом каждый считает себя вправе рекламировать. Ну так, приступим к... Одна идея. В социальной сети создается раздел... Сейчас я подойду, по-первыху мне нужно будет показывать. Создается раздел, которым мы можем назвать, например, «Моя реклама». Там я смогу выбрать товар, который мне нравится или не нравится, но который я хочу рекламировать. Я его выбираю, и после этого генерируется вот такая вот комбинация картинки или фотографий моей. Например, если у меня есть фотографии красивые, я ее могу выбрать. Выбрать вид товара, например, фотоаппараты Canon. И сделать вот такой вот баня. В следующий момент он появится на страничке в моем профайле в социальной сети. Мне на него смотреть неинтересно, но мои друзья, которых он тоже будет пугать периодически, что я буду появляться там для рекламы, и будет написано, что там Иван там снимает, такой-то фотоаппарат есть, на такой-то машине ходит, такой-то клуб. Они будут реагировать на это, потому что им будет просто интересно, что это за моя новая фотография. Они будут обращать на нее внимание. Вам, наверное, трудно понять, почему они на меня будут обращать внимание, потому что здесь девушек не так много. Я сейчас покажу другой пример. То, что мне не нравится в интернете рекламе, это то, что это аналог публичного уличного билборда. Вот, например, реклама LaCosta, она не привлекает внимания, не хочется на нее кликать. Ну, мне не хочется, не знаю, может кому-то нравится. А вот, если заменить эту фотографию на фотографию какого-нибудь моего знакомого или знакомой, то я бы, наверное, даже посмотрел, что это за продукт, который носит моя давняя подруга. Мне кажется, что таким образом можно увеличить CTR и привлечь внимание людей к продуктам и к рекламе вообще. Здесь два взаимодействия. Во-первых, человек сам начинает рекламировать, а во-вторых, он начинает реагировать на чужую рекламу. Зачем это нужно тем, кто рекламирует? Здесь уже нужно включить фантазии, возможно, получать какие-то копейки за каждый просмотр или за каждый клик на рекламу. Можно сделать какую-то другую систему, например, пополнение счета на мобильном телефоне или продвижение моей рекламы дальше, крутые журналы, Сначала на нее будет кликнуть миллион человек в Facebook, потом она попадет в какой-нибудь журнал и мне заплатят уже деньги тех, кто знает журнал. Здесь очень много вариантов. На самом деле я не знаю, какой из них выбрать, поэтому я предлагаю этот выбор делать вам. То, что сейчас происходит, оно просто смущает меня. За миллион показов, которые практически ни к чему не приводят, за сто тысяч, пардон, сто человек откроют мою ссылку и ничего не купят, берутся миллионы рублей. Это прослист одной из действующих социальных сетей, запланер на страничке, который не несет... Он связан как-то, там есть контекст, но он не связан с содержимым страницы напрямую. И есть три варианта развития этого проекта. Сделать социальную сеть, в которой приглашают людей по принципу, они хотят рекламировать. Можно платить деньги на входе, например, сто рублей за первую рекламу, тысячу рублей за вторую, если она успешная и так далее. Разработка стратегии какого-то решения и потом внедрение в существующую социальную сеть. Если это будет приносить, реально повысить эффективность рекламы, оно повысит. Но не может повысить, потому что каждый человек будет видеть фотографии своих друзей вместо незнакомых людей, которые сейчас выполняют эту функцию. То социальные сети будут в этом заинтересованы. Ноу-хау работать с вами нечем нанять уже действующих людей, которые знают, как это делается. Есть еще такой вариант, который, на мой взгляд, менее перспективный. Он закроет нишу, но не делает революции. Это создание неких надстроек или приложений для существующих социальных сетей. Это стоит десятки тысяч рублей, можно самому разобраться, сделать. Но я не знаю, мне кажется, что это в качестве бруфа в концерт зайдет, а в качестве некого стартапа уже нет. Спасибо за внимание. Ваши вопросы? Можно вопрос по поводу технологии? Конечно. То есть не совсем понятно, если представим себе ситуацию, мотивация человека, который захочет рекламировать что-то. То есть ему компания, например, Canon или Lacoste, должна заплатить для того, чтобы он это сделал? Или почему он это будет делать? Идея может быть, например, такой. Это пример. Я не продумывал его варианты. Например, Canon платит социальные сети за продвижение своего товара. Она платит, как обычно, за количество кликов или за вопросы. А социальная сеть часть этих денег отдает пользователю, который рекламирует. То есть я не вступаю в прямой контакт с... Мне кажется, что это не оптимальность. Вступать в прямой контакт с десятками, то есть сотнями компаний. А вступать в контакт только социальной сетью, которая заинтересована продать рекламу как можно больше. Ей не важно, как она будет реализована на нише в своих ступенях. Чтобы освободить социальную сеть от разработки такого решения. От строения сложных моделей контекстной рекламы, которые сейчас используются. Разработка моделей контекстной рекламы – это миллионы долларов. То есть нужно анализировать текст, анализировать контент, подставлять правильные баннеры туда, и чтобы на них чек... Да, мы сейчас знаем, что такое Google. Но вот, собственно, не будут ли эти люди надоедать друзьям своим? Может быть будут. И у людей становится меньше друзей, тогда смысл социальной сети теряется. Люди, которые рекламируют, они заинтересованы, наоборот, накапливают друзей.